салют привет рад что ты зашел там на огонек и я хочу с тобой посоветоваться сегодня важная актуальная тема какие дизайнеры нужны рынку поделись пожалуйста как ты видишь лучшего дизайнера для трудоустройства к тебе наверное действительно самое главное это чтобы дизайнер был вдумчивый и многие же говорят что дизайн это инженерия какой-то степени и вот мне кажется что дизайнер который мыслит как инженер и в принципе считает себя таковым это собственно правильный чувак то есть это не не дизайнер который рисует красивые вещи дизайнер которые думают зачем они нужны и как ими пользоваться вот как это банальщина на самом деле инженерия и красота может ли быть супер а системный подход но минимум красоты а такое возможно или все-таки как-то красоте тоже должно быть место эстетики вот как здесь найти баланс гуров по моему цитату приводил как ты что словно говоря вещь которая максимально круто выполнять свою функцию свою задачу по факту уже эстетичная и красивая и вот здесь примерно так то есть если не знаю тут тот же сайт максимально выполняет свою функцию с точки зрения всех поставленных задач он будет классный с одной стороны согласен с этим высказываем с другой стороны а у гуру насколько функциональные сайты как ты думаешь хороший вопрос я уважаю его как человек который эстетику создает вот но в то же время я к тому что гуров популярен это круто я рад за него но в то же время мне кажется он больше про красоту про эстетику слушай ну смотри я с серёжей знаком по моему чуть больше двух лет вот до знакомства с ним мне к мне очень нравилось то что он делает с точки зрения визуальной эстетики как раз да красоты то есть в этом было что-то аутентичное хоть несмотря на то что был как бы были ребята которые тоже делают дизайн в таком подобном ключе ну там тот же лагуто например да или там много достаточно есть ребят уж там особенно три блин беханси которые любят такие сложные сеточные вещи с композицией прочее я все это воспринимал раньше как знаешь но это как постер который на самом деле имитирует сайт то есть все очень красиво с точки зрения композиции все очень интересно можно на это смотреть как на произведение искусства но это ни черта не работает и сверстать это нормально тоже невозможно но за вот эти два года что мы сереже вместе там и курс ведем и как-то там друг с другом какие-то свои работы обсуждаем там советуемся и так далее я понял что на самом деле это возможно и действительно это просто одно из ответвлений цифрового дизайна который такое больше делает действительно акцент на эстетическую составляющую но в общем угурова на самом деле все достаточно продумано то есть я прям вижу как он с годами растет он зачастую отталкиваться иногда от функции прежде чем делать какие-то эстетические ходы то есть мне кажется что он достаточно сильный дизайнер визуальный или и x или а одно и то же он достаточно круто работать с виксом вот те концепты например условно которые я видел и когда мне рассказывал как они устроены как они работают я смотрел действительно да там с точки зрения своего например опыта я могу сказать что это может работать хороший x у меня как раз вот с этим наоборот проблемы то есть у меня очень не базовые что ли а стандартные решения и я как правило руководствуешь ими а вот всякие многоходовочки что ли в интерактиве там словно бесшовность сайтов да ну понимаешь что я примерно то есть мне всегда сложно давалось восприятие бесшовного там сайта когда еще flash был так далее я все время делил как будто бы сайт на странице как на странице в журнале или в книге то есть у меня такой подход более бумажный поэтому когда я смотрю на какие-то решения которые делают гуров я такой ухты классно я бы никогда не додумался до такого мы сейчас поднимаем очень важную тему баланс между красотой и функциональностью я как бы для себя нашел этот ответ для я бы хотел найти какую-то истинную золотой середин который подойдет для всех у тебя есть какое-то решение по этому поводу как ты выбираешь и здесь красота или функциональность важнее хороший вопрос и если по чесноку отвечать то максимально интуитивно то есть я я на самом деле такой дизайнер который только спустя там наверно лет десять действительно начал иногда обращать внимание на не знаю определенного рода статистику какую-то исследование которые проводят там какой-нибудь клиент для проекта которые я делаю так далее там ну внешнее какое-то потому что раньше мне казалось что я все оцениваю только через призму себя самого если мне удобно значит будет всем удобно если мне нравится значит должно всем нравиться ну то есть достаточно тоталитарно сейчас я конечно помягче стал в этом мне кажется что здесь можно ориентироваться на свой вкус вот если ты объективно глядя на себя на то что ты делаешь ты считаешь что ты делаешь действительно хорошие вещи и плюс у тебя есть подтверждение со стороны ну не знаю людей которых ты считаешь авторитетами например или уважаешь у тебя формируется четкая позиция того как должны выглядеть вещи ну вот например у тебя явно есть понимание того как должны выглядеть вещи там как как должен выглядеть какой-то конкретный проект Да, система есть, конечно. Ты затронул важный момент, что раньше ты оценил через призму своё восприятие. Это некоторая степень эгоцентризма. Я считаю, что все дизайнеры через это проходят, это некоторая степень развития, потому что момент числа и помогает нам развиваться, потому что ты хочешь, чтобы твоя работа всем нравилась. Как ты думаешь, это такое есть или это мои наблюдения только? Слушай, ну смотря как к этому относиться, ну если по мне судить, вот честно, абсолютно без пафоса, мне действительно особо никогда не волновало мнение сторонних людей. Ну то есть я не обижаюсь, если говорят, что я нарисовал какую-то дрянь, это выглядит плохо или этим невозможно пользоваться. Окей, это твое мнение, чувак, мне всё равно. Вот совершенно искренне говорю, без вот этого. Единственное, что я заметил и что мне кажется полезным, это всё-таки пытаться выделять из этого конструктив. Ну то есть есть какая-то вкусовщина же абсолютная, да, то есть мне не нравится красный цвет, например, он слишком яркий или я хочу, чтобы он был похолоднее. Это вкусовщина, как бы она может не нравиться. А когда есть какие-то вещи, связанные, например, с UX, ну я же веб-дизайнер, поэтому мне проще только этим оперировать, то я стараюсь прислушаться, есть ли в этом действительно какое-то здравое звено. У меня очень показательно был вот первый большой проект, который я делал, это вот, ну собственно лента там в 2013 году. Нам очень много прилетело всякой критики и ну там прям сотни писем, вот. И понятно, что среди них там 95 процентов это был там полный трэш, там сдохни, умри от рака и так далее. Нет, без шуток, да. Я понимаю. Некоторые писали очень-очень какие-то прям полезные вещи. Ну то есть кто-то говорил там, например, слушайте, ну вот, а у меня проблемы со зрением, я забыл, если честно, как это называется, отклонение визуального спектра, когда красный цвет воспринимается, по-моему, как серый, что ли. Ну то есть это как эта базовая UX тема, почему есть там синий цвет, потому что синий цвет там для дальтоников, а еще есть история вот про accessibility, когда, например, там черным пишут по желтому, там крупным, да, это еще другая история. Вот, но есть люди, у которых проблемы именно с красным цветом, например, и они не считывают там ссылку, например, или какой-то акцент. Вот, и ты понимаешь, что да, наверное, ну как минимум там надо сделать, не знаю, не красную ссылку в тексте, например, а добавить подчеркивание, потому что это там полезная вещь. Действительно конструктивно-конструктивно, хотя нравится мне внешне меньше. Там были потом исследования, вот вы запустили проект и потом какая-нибудь аналитика, и вы потом поддерживали проект. Ты про лентами говоришь сейчас? Да, я после ленты о вас знал. Да мы сами о себе только после ленты узнаем. Там была определенного рода аналитика какое-то время, по-моему, месяцев шесть, потому что потом редакция разошлась, то есть там, ну вот, произошло это увольнение, все редакции как раз, но до того момента, насколько я помню, там был прирост в несколько сотен тысяч человек, был провал, по-моему, процентов в 13, если я не ошибаюсь. Это достаточно прогнозируемая, в принципе, цифра. Ну, короче, как ни странно, наверное, но редизайн у них прошел успешно, в целом. Вот, это, наверное, даже самый успешный редизайн, который мы делали, потому что с остальными бывает прям иногда очень плохо. Про плохо ты мне еще расскажешь. Конечно, конечно. Всегда хотел знать про ленту, потому что лента, оно прям такой взрыв создало в свое время, и после этого Charmer не был известен, и потом Charmer стал уровень. Как ты думаешь, почему вот так это все сработало? Ну, я понимаю, что классный проект, но много классный проект, вообще о них никто не знает. Да, это, ну, на самом деле, это случилось, естественно, случайно, что мы именно начали заниматься редизайном ленты, ну, как случайно, то есть, произошла определенная череда событий, но я имею в виду, что вот этот вот выход, как бы, на определенный уровень, когда про тебя узнают все, знаешь, там, как у Уэзис, «What's the story, morning glory», да, ты просыпаешься, а ты звезда, там, условно, ну, просто про тебя все знают вдруг. Все очень просто, когда ты делаешь проект, который в день читает, там, 8-9 миллионов человек, а у тебя копирайтик внизу висит, все, это работает очень просто. То есть, про тебя просто в один день узнали все. Кто-то подумал, ой, что за говно, кто его сделал, а кто-то посмотрел, такой, о, классно, а кто это, что это, как бы, все, полезли, посмотрели, а у меня там, допустим, свой маленький бизнес, я думаю, ой, а почему бы мне вот у этих ребят не заказать, там, дизайн интернет-магазин, например, и все. То есть, это, работа для медиа, это лучшая реклама себя. Вы выстрелили тогда, это шикарно, но вы делали еще медузу, и тогда не было такого вот прям хайпа около вас. Я помню, что лента, она получила еще награды, что лучшая медиа, это, по-моему, международная награда, я, возможно, путаю. Да, 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 да. Есть такое, только, это, как это, знаешь, очень странная история вообще с этим произошла. Кто-то, по-моему, из афиши, что ли, ну, мы тогда все сидели в одном, в одной компании, собственно, в одном помещении, кто-то из афиши пробежал такой, говорит, слушайте, а вот там, мы, оказывается, какую-то премию там получили, мы такие, какую премию, смотрим, есть вот эта премия, которая называется S&D, это Society of News Designers. Я почитал про нее, она какая-то, знаешь, не то что локальная, там вроде как бы собираются люди, которые действительно занимаются дизайном, там, и новых медиа, и бумажных медиа, но это не престижная, что ли, премия. Да, я видел, мы попали просто в тройку, по-моему, вместе с SB Nation, еще какой-то сайт был, по-моему, приложение, что ли, Guardian, что-то такое. Да, отметили, как лучший дизайн новостного сайта в мире, там, этого года, но мы никакую премию, по факту, ничего не получили, никуда не ездили, и... То есть, вот как мы узнали об этом, так мы, в принципе, про это и забыли. Я думаю, может быть, гипотетически, это был первый такой сильный новостной сайт, потому что, в основном, новостные сайты, которые я видел на тот период, они были, ну, такие, прям сумбурные, скажем, и вы как бы задали тренд, и потом с той же Медузой и другим новостным сайтом, вы в какой-то степени все уже повторили, то, что уже сделали до этого, и поэтому не было такого эмоционального отклика. Мне кажется, мы просто через ленту встряхнули гадюшник, если можно так сказать, потому что, казалось, на тот момент, ну, вот, был сайт Афиши. Это были, ну, по факту, какие-то максимально передовые, модные, диджитальные ребята с модным журналом, которые, ну, действительно, в России были, ну, условно, плюс-минус, единственные, кто, как бы, влез нормально в интернет. Все остальные, кто в нем находились, да, они застряли примерно, ну, на уровне, там, 2002-2003 года, в целом, вот, по дизайну. И, в целом, индустрия новых меди, она, ну, она не стагнировала, она просто никак не развивалась. У всех все было плюс-минус одинаково. И вообще было сложно представить, что дизайн новостных порталов, ну, просто информационных порталов, может быть красивым. Или каким-то там элегантным. И, в принципе, вот этот тренд на какой-то нормальный, скажем так, красивый формат подачи контента в медиа, он, ну, появился, может быть, ближе к концу 2000-х годов в Штатах, я не знаю, там, в Европе где-то. До нас это все, соответственно, дошло там с опозданием годов 3, 4, 5, там, плюс-минус. Вот. И как только у тебя происходит на рынке, где есть, там, не знаю, 15 игроков, вдруг какой-то скачок с редизайном, когда вдруг твой конкурент начинает выглядеть на порядок выше, лучше и технологичнее, ты, естественно, тоже начинаешь шевелиться. И это создало определенный резонанс. В других медиа все тоже начали шевелиться и пытаться догнать ленту. Хотя лента там на уровне дизайна, ну, сейчас уже гораздо больше проигрывает, там, каким-то текущим медиа, которые есть. И все. Просто она была первая, кто это сделал. Ну, в Рунете, там, условно. Ну, они как минимум не меняют. Дизайн сайта уже в течение 7 лет это о многом говорит. Хоть он, как бы, может быть, допустим, на 2 года устарел по текущим трендам, но он держится. Создать такой дизайн на такой длительный период, это, тем более, когда... Это сейчас легко создать дизайн на века, потому что уже понятно, какие-то там перспективы. Тогда вообще вы, как бы, попали в нужное направление. Ты сказал про афишу, но я думаю, зрителям, как и мне, не очень понятна связь между лентой, афишей и тобой. Я косвенно слышал в других интервью. Мог бы ты чуть раскрыть здесь этот момент? Да, смотри, я учился в 2006-2007 году в Британке, и у меня был преподаватель, преподавательница по типографике, по-моему, если не ошибаюсь. Ира Волошина. Это арт-директор на тот момент афиши. Как цифровой, так и бумажной. Она одна из, там, фактически основателей этого всего. Вот, эта женщина, ну, помимо того, что она очень талантливый, мощный, супер, умный дизайнер, все прочее, как бы, она оставила после себя большое наследие в виде, там, классных всяких ребят, там, не знаю, наших ровесников, помоложе, постарше, которые сейчас, там, ну, тоже делают какие-то очень хорошие, интересные продукты. И она получилась так, что, в принципе, почти не ходила на ее занятия, там, не помню, по какой причине. И там было в конце ее курса задание сделать какой-то бумажный макет, там, какого-то журнала вымышленного. Вот, я сделал его, и оказалось, что она поставила мне пять. Не знаю, по какой-то причине, видимо, получилось неплохо. Вот, а потом, спустя где-то год, наверное, она нашла мой телефон, позвонила мне и сказала, не ищу ли я фриланс. Вот, и, собственно, она нас, на тот момент, вот, Charmer только появился, она нас подключила к двум спецпроектам для Ленты.ру. Потому что они, Афиша и Ленты.ру, они находились в одном холдинге, они принадлежали Рамблеру. Рамблер? Да, да, это все Рамблер, по сути. С спецпроекты в свое время. С Астасом Поляковым. Вот, да, 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 Астас как раз работал в отделе спецпроектов. Вас на аутсорсе наняли сделать редизайн Ленты? Сначала два спецпроекта, на которых они, и мы, собственно, посмотрели, как мы друг друга понимаем, как мы срабатываемся, у нас все получилось идеально, там и в том, и в другом случае, то есть мы прям хорошо, комфортно сотрудничали. И на тот момент как раз у ребят появилось желание, а что бы нам сейчас под шумок-то сайт не переделать. Вот, это примерно так и получилось. А, это очень сложная работа, очень объемная, и сам был суперответственный. Почему взяли аутсорс людей, а не внутреннюю команду или команду афиши? Как так получилось? Как ты думаешь? Смотри, там не совсем было так, там получилось следующее, спецпроекты делать на аутсорсе, в принципе, не проблема же, ну, то есть, вполне реально. И когда они предложили нам делать редизайн Ленты, они поставили условие, что человек, который будет ее рисовать, должен пойти работать туда, в Ленту, чтобы понять, как устроена редакция, чтобы коммуницировать с техническим отделом, то есть, ну, как повариться в этом всем. И мне пришлось туда пойти, работать на, не знаю, на сколько, месяцев на шесть, я там на полставки туда ходил, то есть, когда меня заставляли, там, типа, вот у нас сегодня большая летучка, на ней надо обсудить устройство нового сайта. Я приезжал туда и сидел там 2-3 дня, у меня было свое рабочее место, там, то есть, по факту, это не совсем был фриланс, то есть, это не аутсорс, частичное погружение в команду. Найм команды на время проекта и интеграцию внутри. Да, 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 ну, приблизительно так. А почему же они все же не взяли из своих ребят, из той же, ну, из той же афиши? Насколько я понимаю, не было людей на тот момент свободных, скорее всего. А вы им так понравились, что они подумали, давайте попробуем, а потом в процессе посмотрим. Типа того, да. Спустя 7 лет я наконец-то узнал, как это было устроено. Спасибо, Саша. Поздравляю, тот проект действительно взорвал Рунет, как минимум. И я еще хотел тебя спросить по поводу левого сайдбара. Вот. Как ты сейчас к нему относишься? Потому что я смотрю, у вас на ленте левый сайдбар, на тот момент разрешения экранов не были такими широкими. Вот. Но в то же время РБК, например, они используют также левый сайдбар. Я уточню, почему. Вы же новостным сайтом занимаетесь. У новостных сайтов, ну, самое оптимальное, это вертикальное меню. Вот. Но там обычно до 7 пунктов. А у новостного сайта обычно очень много пунктов. Есть ли какие-нибудь приемы, механики по навигациям, которые ты можешь порекомендовать в этом плане? Да. Смотри, по поводу ленты, почему там вертикальный сайдбар. Это, на самом деле, было больше не UX-решение какое-то наше. А, скажем так, это была часть наследия. То есть, у ленты изначально была вертикальная навигация очень-очень длинная. Там было пунктов 30, наверное. И нам её пришлось сохранить с точки зрения, на самом деле, эстетики. То есть, это больше было продиктовано именно эстетической составляющей. То есть, как бы должна быть какая-то преемственность. Вот. А вообще, в медиа, по тем исследованиям, которые мы проводили, допустим, с проектами, которыми мы потом занимались редизайном и прочее, навигация замечательно ложится в бургер. Глобально навигацией особо люди не пользуются. В медиа. То есть, это небольшой процент. Если у тебя рубрикация, скажем так, какая-то незатейливая, то есть, допустим, она тематическая, и там ты пишешь про политику, экономику, спорт, общество и ещё что-нибудь. Ну, пунктов 5-6, ты можешь её сделать просто обычной горизонтальной подачей меню, как бы можешь её не скрывать. Но в целом, если ты её спрячешь, ничего страшного не будет. Ты вот часто ловил себя на мысли, что ты заходишь читать какое-нибудь издание, которое, не знаю, ты регулярно посещаешь, часто ты пользуешься навигацией на нём? Ну, я понимаю, о чём ты говоришь, потому что главная страница должна быть настолько… То есть, ты зашёл, одним кликом открыл, посмотрел весь обзор, открыл нужную статью, потом тебе подходящий по этому направлению, и ты такой завис в этом направлении. Вот. Именно. А по поводу гамбургеров я другие исследования ещё смотрел, то, что там 60% людей вообще не понимают, что такое гамбургеры. Вот. И это не противоречит моим знаниям, потому что, если ты выстроишь так архитектуру, что ты зашёл на главную, то тебе вообще навигация не нужна фактически, можно её вообще вырубить. Вот. Да. Но я бы, знаешь, это сохранил бы и тем, и другим угодил бы. Сделал бы пять основных пунктов меню и сделал там, типа, остальные категории. Ты кликаешь, и там открывается гамбургер большой. Да, и так тоже вполне себе решение. Вот мы и не подрались. Ну, то есть, нашли компромисс. Саш, я вижу в твоих работах очень много визуальной составляющей. Почему я про Викикс начал говорить, потому что ты как бы затронул вначале про функциональность инженерию, но с другой стороны, я прям вижу очень много эстетики в том, что ты делаешь. И прям иногда я вижу, это моё субъективное, что эстетика чуть-чуть превалирует над функциональностью. То есть, может быть, в этом как бы есть смысл. И вот новостной сайт. То есть, мне кажется, что до этого ты как бы делал более эстетичные сайты, а потом у тебя такой новостной сайт, где нужно свою красоту всю убрать и максимально инженерию интегрировать. Так это было? Как тебе это вообще? Работа была с новостным сайтом? Это же чисто просто как Google Excel таблички рисовать. Фактически. Это работа с данными. Медиа это всё-таки журнал или газета. Это не статистика, это не куча таблиц. Это чтиво. Оно должно быть комфортным. И эстетика в данном случае, она создаёт тебе определённое настроение. То есть, грубо говоря, у тебя может быть журнал здоровья, а может быть журнал 032C, например. И, соответственно, по их внешнему виду тебя готовят к определённому типу чтения. И здесь эстетическая составляющая, она как раз-таки решается в основном только на типографике. На выборе шрифта, например. На балансе белого и чёрного. Большие у тебя поля с воздухом или маленькие. Чем больше у тебя плотность чёрного с белым на новостном сайте, тем это больше создаёт впечатление у человека, что ребята быстрые, которые готовят быстрые материалы, быстрые новости. Потому что они экономят на всём, чём можно. А когда ты, например, открываешь какой-нибудь сайт Kinfolk с кучей белого, с какой-нибудь сложной версткой и прочее, ты понимаешь, что это комфортное чтиво для эстетов, которые не торопятся прям побыстрее считать весь этот текст и перейти к следующему материалу. А вот как ты думаешь, что важнее, типографика или контент? Что больше создаёт тон и эмоциональное восприятие? Сам контент или типографика? Фотографии и текст или его визуальное восприятие этого для новостного сайта? Ты знаешь, по-хорошему, вот после, наверное, проектов двух-трёх я понял, что для того, чтобы сделать правильный дизайн с точки зрения эстетики, ты должен ориентироваться не на логотип или на какие-то там, не знаю, базовые гайдлайны, которые есть и прочее, а именно на то, что это за контент, именно его содержимое. Вот прочитать там пять-шесть материалов разных авторов, редакторов, которые пишут на этом сайте, для того, чтобы уловить эту интонацию. Я поясню, что я имею в виду. Вот, например, когда мы делали ленту, задача была следующая. Словно хочется выглядеть солидно, серьёзно, так же, как Нью-Йорк Таймс или Гардион, потому что мы самый крупный новостной портал в стране. Окей. Ты начинаешь как бы идти в этом направлении, ну и в итоге вот что-то там получилось. Но потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты ошибся. Вот, например, у меня такая история была с Медузой. То есть, что я имею в виду? Ребята хорошие, классные, профессиональные журналисты, но местами они трэшисты. То есть, это ребята, которые в стиль типа Нью-Йорк Таймс любят запихнуть эмоджи или какой-нибудь трэшовый мем. И ты понимаешь, что одно с другим не очень хорошо живёт. И ты просто ошибся, потому что Медуза должна была выглядеть как BuzzFeed или как, не знаю, там, какой-то бруталистский сайт. Ну, знаешь, какая-то другая эстетика, более дерзкая. Разухабистая, да, а там, может быть, более контрастная, грязная, а не вот эта эстетская с каким-то кучерявым шрифтом, который вообще никак не сочетается с тем, что они публикуют. По поводу новостных сайтов. У вас сейчас очень много новостных сайтов в портфолио. То есть, это осознанный выбор или это случайность изоленты.ру и потом вот так вот пошло? Да, это случайность изоленты.ру. Мы не какие-то там сумасшедшие фанаты эдиториал-дизайна в диджитале. Я тебе честно скажу, что я задолбался от этого ещё лет пять назад. Потому что проблема крупных медиа заключается в том, что, в принципе, ты каждый раз делаешь одно и то же. Невозможно, ну, я не знаю, по крайней мере, в рамках моего скудного восприятия, вот прям переупаковывать постоянно по-новому. Потому что в целом-то задача, как правило, одна и та же. Мы хотим, чтобы нас больше читало, мы хотим, чтобы на нашем сайте хорошо продавалась реклама, мы хотим там хорошую глубину переходов. Для того, чтобы это происходило, есть чёткие конкретные правила, которые работают. И эти правила диктуют то, что ты всегда должен делать, в принципе, одно и то же. Максимум, что ты можешь сделать, это там, ну, чуть-чуть эстетики в каждой из них добавить, там, другой. А конструкции все примерно плюс-минус одинаковые. Это чудовищно, нудная, скучная хрень. Ну... Наконец-то мы тебя раскусили, Саша, ты ненавидишь свою работу. Я понимаю тебя прекрасно, потому что мы все хотим новых форм. Но, с другой стороны, тебя зато воспринимают как эксперта в этом, и у тебя есть возможность свой ценник значительно повышать, чем другие коллеги, которые сделают аналогичную работу, и это очень круто. Вот. Хотел тебя спросить. Ты сказал, есть одни и те же приёмы? Расскажи их. Ну, например, один из приёмов, это даже не приём, это, скорее, 100% работающие правила, да? Вот. Открываешь любую страничку любого базового медиа. У тебя есть текст, и справа колонка с обвесами. Вот. Как только ты начинаешь делать всякие вещи, типа, а давай-ка я сейчас уберу правую колонку, сдвину текст вправо, чтобы было красиво, а слева у нас много воздуха, и мы будем что-то делать, там, слева какие-нибудь заголовки будем сдать, и прочее. Как только ты вот из линейной, скучной, вот этой всратой подачи начинаешь что-то менять, и начинаешь делать какие-то игры с типографикой, и всё, у тебя всё проваливается к чертям. Это первый момент. Второй момент – это издание делится на два типа в этом конкретно случае. Это те, у кого хорошие фотографии, и у кого говно. И в массе своей они говно, как правило. Я понимаю прекрасно. Потому что времени действительно на то, чтобы, ну, если ты занимаешься оперативной прессой, там, условно, времени найти что-то хорошее. Нет, поэтому у меня есть очень неправильный принцип, я не очень люблю кириллицу в целом, и я думаю, как бы мы с тобой в каких-то таких вещах похожи. То есть я беру и начинаю рисовать сайт на английском языке. Я ставлю нереальные фотографии, ну, допустим, той же тематики. Не знаю, например, я рисую сайт про футбол. И я понимаю, что фото-журналистика, даже спортивная, у нас в полной заднице. Там и цветкор, и всё прочее. Поэтому я беру и ставлю, конечно, там, не знаю, вместо какого-нибудь клуба Оренбурга, я ставлю там Манчестер Юнайт, потому что у них классная фотосессия. Я начинаю писать там коротенькие заголовки и всё прочее. А потом, когда я вижу, боже, какая красота получилась, я беру и начинаю добавлять в неё реальность. И, естественно, твой макет становится хуже, хуже, хуже. И в итоге он получается вот тем, что, ну, что вот ты видишь, там, не знаю, из наших продуктов в интернете. То есть, все макеты гораздо лучше сильно. И просто важно сделать это в любом случае до того, как ты это отдал в разработку. Ну, то есть, работать с реальным контентом. Ты можешь сначала для себя нарисовать красиво, но потом ты всё равно должен вставить настоящее всё. И если ты находишь в этом компромисс между тем, как на самом деле всё уродливо у них происходит, и как на самом деле мне нравится красиво. И вот когда одно и другое находят некий баланс, когда ты понимаешь, что, боже, ну ладно, ну это хуже, конечно, чем у меня, но всё равно это не ужасно. Вот тогда как бы это работает. Ну, это не совсем медийные правила, это я уже скорее какие-то от себя штуки. А ещё, чтобы не нарушать, ну, чтобы что-то не испортить, интересы ЦА надо знать, к сожалению, на уровне функционала. То есть, бывают сайты медийные, например, на которых люди общаются в комментариях очень много. Бывают сайты, где люди без шуток пользуются навигацией. Ну, такое тоже бывает. И если ты делаешь редизайн такой вещи, вот эту вот приятную штуку, которая осталась на старом сайте, хотя ты считаешь, что она там полная чушь, и не должна быть, её надо оставить. Потому что если ты её уберёшь, вам п***ится, вас сожрут. Это как с кинопоиском произошло. Да, да, это примерно то же самое, потому что это самое страшное, что у любого издателя происходит в момент, когда они перезапускают продукт. Ну, например, вот у нас была штука, что мы нарушили правила, за которые сильно поплатились. Как раз вот про которые я говорил, что надо знать, что у тебя за аудитория. Вот на новой газете, например, мы когда делали редизайн, мы убрали комментарии. Там скорее была история не потому, что мы захотели убрать комментарии, а потому, что ребята, которые заведовали сайтом, они посчитали, что они хотят менять аудиторию. Ну, то есть, во-первых, там это было года 4-5 назад. В интернете началась вот эта история за репосты сажают, за комментарии штрафы и так далее. И как бы очень часто это прилетает именно изданию, на котором это всё происходит. Поэтому они ещё, исходя из того, что опасались каких-то последствий и так далее, они подумали, что комментарии можно убрать. А там, чтобы ты понимал, под каждым материалом комментариев по 300-500. Причём они такие, как бы иногда размером с весь материал. То есть, там прям сидят люди, которые любят обсуждать это всё, поспорить там и так далее. Вот. И когда перезапустился сайт, комментариев нет. Всё, пи***ь, мы уходим. Это невозможно. Лучшее, что было на новой газете, пропало. Вот. Пошёл здоровенный отток ядерной аудитории. Это очень плохо. Это прям ошибка. Вы остановили комментарии? Да, через какое-то время, да. Она вернулась или всё, уже было поздно? По-моему, вернулась. Я не уверен, что вся. Я, к сожалению, не знаю там всей статистики спустя там полтора года. Как бы, но сначала был большой отток. По-моему, там, ну, несколько сот тысяч. Меньше миллиона, но это тоже очень-очень много. И медленно как-то, по-моему, там тысяч по 40, по 30 они потом восстанавливали каждый месяц. Это довольно тяжело. Скорее всего, люди-то вернутся, но у них осадочек останется. Они уже не будут тебя так любить. Это вообще очень большое заблуждение у людей, что чей-то интернет-ресурс является их собственностью, их домом. И они очень бесятся, когда их не спросили, что в этом доме вдруг что-то перекрасили стены и передвинули там мебель. То есть ты привык заходить на сайт там 8 лет, ну, как с лентой, например. И ты знаешь, где всё находится. И тут вдруг хрена, ты на следующий день просыпаешься, а кровать уже не твоя, и стены не те, и окно почему-то больше не квадратное, круглое. Типа, какого чёрта? Ты начинаешь беситься. Потому что они нарушают твою зону комфорта. А много писем, проклятие, тебе было, вот кроме ленты? Вот, в новую газету писали люди? Писали тоже, но писали в новую газету больше. То есть с лентой просто я был подписан на общую почту, на которую это всё прилетало. И плюс были самые классные чуваки, которым не нравился сайт ленты, они находили нас как разработчиков и писали нам на корпоративную почту. То есть я даже боюсь себе представить, что происходило на общей почте ленты, потому что нам пришло где-то писем 400. Это кто прям директивно нас нашёл, да. А на ленту я не знаю, сколько там насыпало, мне кажется, несколько тысяч просто писем. Ну, в 10 раз больше ориентировочно. Я, кстати, сейчас новую газету про Лену открыл. Хотел тебя спросить, кнопки share, ну, поделиться статьей, они работают? Это какой-то подвох сейчас, да? Не, я просто сам не знаю. Если мне нравится статья, я не поленюсь, скопирую ссылку и вставлю. Ты знаешь, я тоже так делаю. Я не могу тебе сказать, насколько активно этим пользоваться, если честно. То есть, ну, по крайней мере, для нас это больше какая-то данность, что вот кнопки share должны быть. Они должны быть сверху и должны быть снизу. Я очень долго бесился от этого идиотического правила, что все медиа обязательно требовали расположения share'ов ещё в самом начале материала. Я никогда этого не мог понять, потому что я не понимал, за каким чёртом мне надо share'ить материал, который я ещё не прочитал. Ну, как бы, если рассуждать с точки зрения логики, странно довольно. Но почему-то это правило внедрили, и оно повсеместно существует. Ну, знаешь, бывают какие-то идиотические вещи, которые вот в какой-то момент они становятся просто данностью, и ты должен их принять. Они ничем не обоснованы там изначально, как бы. Они просто какие-то бредовые и дурацкие, но тем не менее. Это, знаешь, как, например, вот в Digital Media был такой ход, который, к сожалению, мы тоже применяем, и его приходится применять, но он немного другую функцию выполняет. Это, например, когда ты читаешь какой-нибудь материал, вот у тебя обычная линейная верстка, и вдруг где-то в середине этого материала у тебя здоровенная какая-нибудь цитата короткая, там, типа, «С сегодняшнего дня я больше не пью, я зашился». А дальше, через там буквально абзац текста, эта цитата повторяется уже в контексте самого материала. Просто потому что, ну, как бы, это просто вырвано из контекста цитаты, чтобы привлечь внимание. Это пришлось бумажного дизайна. В бумажном дизайне это было сделано так. Ты открываешь разворот, видишь какую-то громкую цитату, и ты понимаешь, а, наверное, это интересно. Пожалуй, я почитаю этот текст. Совершенно другая механика, для чего это было нужно. Там это было оправдано. Зачем это начали вставлять в контент материала, который подаётся линейно, изначально, было непонятно. Потом этому придумали оправдание, что якобы это нужно для того, чтобы разбавлять поток текста каким-то визуальным объектом, который просто, ну, массив текста тебе разделяет, чтобы, ну, там, было интереснее. Больше красивость какая-то. То есть, она не работает функционально. Хорошо. А есть кто-нибудь, кто считает аналитику и даёт какие-то обоснованные мнения по этому поводу? Или, как бы, приняли догмы и всё, живут в этом? Почему аналитика хорошо работает на сервисах, там, да, на корп-сайтах и так далее? Ты за счёт неё можешь, ну, как минимум, там, понять, там, пользовательский путь, там, понять, допустим, как осуществляется доступ к услуге, упростить эту вещь, да, там, ну, или, там, оптимизировать какие-то вещи. В медиа ты работаешь с динамическим контентом, который постоянно меняется. У тебя может быть так, что за один месяц посещаемость, типа, взять два месяца, за один месяц у тебя посещаемость 3 миллиона, а на следующий месяц при том же самом UX-е у тебя посещаемость, там, на миллион меньше. Просто по причине того, что контент не актуален, он не интересен, не происходит чего-то важного. Поэтому здесь вот эти вещи, как исследования, они очень эфемерные, что ли. Максимум, что ты можешь сделать, это посмотреть какую-нибудь, ну, как хорошо работает обвес. И эти исследования можно проводить за долгий срок. То есть, например, за один месяц исследования тебе не скажут ничего. Три месяца тебе скажут чуть больше. Но на самом деле, хорошее исследование, он тебе за год покажет, что за год, например, там, в первом экране у тебя кликают только в первые три новости. А, допустим, еще в остальные пять не кликают. Или, например, что люди не скроллят там ниже первого экрана. Ты можешь это понять только через год. Потому что за год у тебя информационная повестка где-то бывает насыщенная в какой-то период времени. В какой-то период времени ничего не происходит, не актуально. Люди заходят на сайт и уходят. Вот какие-то очень макроисследования можно делать, которые могут тебе помочь как-то там дизайн где-то подкрутить. Но глобально все не так круто и интересно, как в сервисном дизайне. По поводу баннеров, ведь это основная цель ваших клиентов, чтобы на них кликали. Есть такое мнение, оно уже достаточно давно существует, что в принципе баннерная реклама в медиа особо даже не то, что не работает, а она не приносит нормальный доход. И многие медиа от этого отходят в угоду того, что они просто пишут какую-нибудь нативную рекламу, интегрированную в материал, подключают спонсоров каких-нибудь рубрик и так далее. Но просто формат рекламы поменялся. Раньше действительно ты был обязан учитывать все баннерные сетки и проектировать страницу, исходя из этого. То есть тебе прям приходило тезиск, что у нас на главной странице сайта должно быть три баннера. Допустим, первый обязательно должен умещаться в первый экран на таком-то разрешении. Обязательно должна быть растяжка через 12 материалов и так далее. И ты, исходя из этого, уже проектировал макет. Сейчас все проще. Ну то есть сейчас нет уже прям каких-то жестких требований. Иногда просят, говорят, нам нужен какое-нибудь баннерное место. Сделайте так, чтобы оно было заметным, но формат уже совершенно не обязательно базовый. Ну то есть базовый там какой-нибудь 300 на 500 или 240 на 400, там вот все вот это старье. Сейчас это уже далеко не всегда актуально. На чем они сейчас зарабатывают? Нативная реклама получается. Спонсорские статьи, спонсорские разделы, статья о партнере каком-то там или еще что-то такое. Да, партнерский материал, да. Да, да, на этом и зарабатывают. Потому что баннеры, ты сам кликаешь на баннеры? Нет, конечно. Вот я тоже. То есть нет, я иногда, когда они супер ко мне подходят под мой запрос, я живых людей не знаю, кто кликает на баннеры. Нет, ну знаешь, люди кликают на баннеры, которые работают так, как обманка, там какой-нибудь крестик висит, ты пытаешься его закрыть, а на самом деле переходишь, да. Ну вот это работает. Ну я сейчас немножко солгал, на самом деле много людей на мои вебинары приходят через рекламу. В основном мы через социальные сети, а не через медиа покупаем. Ну конечно. Потому что легче посчитать возраст, какие-то параметры аудитории. По поводу новостных сайтов, еще по поводу функционала хотел. Ты, наверное, я думаю, основной эксперт, и надо воспользоваться этой возможностью. Мы говорим о том, что глубина просмотров, это означает, глубина просмотров происходит за счет правого сайдбара с набором новостей в основном, или за счет статей, которые в конце, ну ты прочитал статью, там наборы релевантных статей. Как думаешь, что важнее, сайдбар или внизу? Это совокупность, на самом деле. То есть, по-хорошему работает еще одна вещь. То есть, грубо говоря, это контекстные ссылки внутри материала. То есть, иногда бывает, что ты читаешь, например, какой-нибудь материал, в котором, там, не знаю, он интересный, тебе нравится он. И в каком-нибудь пятом абзаце, например, тебе вставляется вставочка на контекстную статью, которая имеет отношение к тому, что ты сейчас читаешь. Ты ее, скорее всего, там, ну если тебе интересно, ты, скорее всего, ее в новом окне просто откроешь, потом пойдешь читать. То, что висит справа, оно работает только в случае, если ты правильно продаешь название этого блока. Ну, то есть, вряд ли, если ты читаешь, ты вдруг просто обратишь внимание на пять ссылок с какими-то заголовками и картинками. Ну, обратишь внимание, конечно, но вероятнее всего, тебя должны к этому подвести. А подвести как? Ну, например, написать «Главное за сегодня», например. Ты понимаешь, что ты мог что-то упустить, например. И хорошо действительно работают ссылки в конце материала, релевантные материалы. Но здесь очень важно, чтобы они были... Тут просто есть несколько подходов. Есть подход, когда это автоматически происходит, там, робот просто по совокупности упоминаний, цитирования чего-нибудь это собирает. А иногда бывает, когда это собирает редактор, который сам определяет, какие материалы, на его взгляд, максимально релевантны этому. Вот эта штука работает хорошо. То есть, справа самые горячие новости за день, то есть, это общий как бы хаб, сама статья по центру, а под ней релевантный относительно к самой статье. Ну да, да, это классика, которая плюс-минус работает. Хотел тебя спросить по поводу мобилок. Какая статистика про просмотр новостных сайтов с мобилок? Очень высокая, там, вплоть до 75% бывает. Каждый год идёт тенденция, что, да, увеличение просмотра с мобайла уже лет, так, 8, наверное. Ну, я думаю, что вообще останавливаются, а вот по поводу новостных сайтов, там всё больше и больше всё равно завоёвывают. Да, да, да. Думаешь, в какой-то момент станет 100%? Нет, я не верю, что сайты умрут. Ну, то есть, пока мы не перейдём совсем, уж в среду, не знаю, там, VR, чё-то ещё такого, как бы пока есть ПК, как бы сайты будут всё равно читать и смотреть. Я, ну, может, старый, потому что, ну, например, есть люди, которые замечательно, там, автомобили покупают с мобильного телефона. Я вот так не могу. Я даже шмотки не могу покупать с мобайла. Ну, то есть, то, как я еду могу заказать, да, там, какие-то такие очень простые вещи, которые ты явно понимаешь, что, ну, как бы, ты не сильно потеряешь, если вдруг ошибёшься. Ну, там, не знаю, квартиру снять, например, ну, какой, блин, телефон? Не знаю, я сижу тупо из десктопа, открывают всё, я хочу посмотреть нормально фотки в большом размере, там, вдруг я ещё ещё что-нибудь где-нибудь пропущу случайно. Ну, вот, и с новостями примерно такая штука, что там, да, как бы вполне себе комфортно читать новости с телефона. Да, я думаю, новости читают, когда делать нечем заняться, в туалете, в автобусе, там, метро, и ты быстренько открыл, посмотрел. Тогда, получается, вы First Mobile проектируете или начинаете с десктопа, а потом к мобайлу переходите? На самом деле, любопытный момент именно работы с медиа, потому что, вот, если мы говорим про сервисы, в них много разного рода функционала, и тебе очень важно, чтобы в мобайле он сохранялся. Поэтому подход, что ты начинаешь рисовать это всё Mobile First, он вполне себе оправдан. А с медийкой в этом плане всё очень просто. Ну, то есть, загнать текст под узкий формат набора, там, поставить картинку и всё прочее, явно, как бы, не составит особо огромного труда. И вообще, вывод линейный, там, всей информации, там, списков и всего прочего. Поэтому мы не рисуем Mobile First для медиа, ну, в каких-то очень крайне редких случаях. Потому что ещё проблема в том, что, вот, как раз-таки визуальную эстетику какую-то, которую ты хочешь заложить, её сложно заложить, рисуя с мобайла. Ну, по крайней мере, мне. Я знал, что есть люди, которые, прям, замечательно, там, уходят в дебри айдентики и всего прочего, как бы, начинают рисовать макеты с мобильного телефона. У меня так не получается. Мне надо, вот, охватить это всё на большом экране. Ну, я тоже согласен. Убирать не строить. То есть, когда ты сделал большой на десктоп, потом всё это в одну колонку, это легко. А из одной колонки, которую ты спроектировал, вот так вот расширить, мне кажется, это какая-то, ну, нелогичная задача. От большего к меньшему. Да, да. Да. Ну, вот в медиа, да. Просто даже на сервисах я всё же считаю, что там от десктопа к мобайлу, потому что мобайл, он достаточно ограниченный. Ну, колонка одна, тут ничего не сделаешь. Вот. Но вот этот тренд First Mobile, мне кажется, он популярен до сих пор из-за своего красивого названия. То есть, First Mobile. Круто звучит. Слушай, по-моему, этот термин придумали ребята из Smash'n' Мэгазин. И они написали про это здоровенную статью, где рассказали, что они свой сайт так сделали по такому принципу. И, видимо, на волне популярности этого журнала и каких-то доводов, скорее всего, это всё так и пошло. Я думаю, что в каких-то ситуациях, наверное, может быть, это и разумный подход. Но вот действительно, если у тебя задача сделать какую-то супернагруженную, сложную вещь, которая должна сохранять весь функционал изначально на всех устройствах, то может быть... И которая не требует, знаешь, какой-то очень яркой составляющей, эстетической. Когда это больше вот прям функция. Ты знаешь, что там просто кнопки, поля, там табы какие-то и прочее. Наверное, имеет смысл действительно в таких ситуациях и с Mobile начинать. Потому что дальше ты будешь эти кнопки просто расставлять в какой-то другой иерархии, более нужной. А когда ты понимаешь, что, в принципе, у тебя Mobile достаточно простая вещь, но то есть она упрощается, она не усложняется, то да, десктоп, мне кажется, в первую очередь вполне себе ок. Я вот признателен тебе, вот это очень интересно, мне раскрыл глаза. Мне кажется, знаешь, лет шесть назад вообще мобайлов ни у кого не было, и тут они, как вы с лентой выстрелили, так они-то сказали, мы теперь сделали сайт, мы поняли, что читать будут с мобильника, и мы сделали фактически просто адаптивную версию. То есть они один хрен, десктоп спроектировали, но сказали, у нас теперь мобилка крутая, и мы на нее делаем акцент стратегический, но проектировали, скорее всего, с десктопа, потому что так проще. Вот. Да, да. И написали об этом статью. И потом люди это подхватили. То есть, да, очень интересно. Блин, ты познавательно видишь. Я уже очень много узнал по поводу, как новостные... Завтра я твою работу отниму, все новостные сайты буду делать. Без проблем, я готов передать эстафету. Супер. Если я у тебя заберу возможность делать все новостные сайты в России, а каким сайтом ты хотел бы заняться? Или интерфейсами, или каким дизайном? Слушай, ну мне сильно довольно импонируют больше проекты сейчас, которые либо сильно проще с точки зрения информационной архитектуры, они более имиджевые, но не промо, но что-то среднее между корпоративными сайтами и информационными порталами. Ну, скажем, сайт музея, или там какой-нибудь культурной институции, мне вполне себе интересно. А по эстетическим каким-то вещам, ну мне фэшн нравится, но видишь, к нам фэшн вообще не приходит. Мне на самом деле очень нравится e-commerce, как ни странно. Да это же те же яйца. Ну, как бы да, да. Но там красивые картинки. А, ну да, картинки там точно. E-commerce вкладывает все свои фотографии, это по-любому. Ты согласишь со мной, что e-commerce и новостные сайты это плюс-минус одно и то же, это работа с массивами данных? Да, и плюс правила там плюс-минус одни и те же. Ну, то есть, e-commerce тоже друг от друга, знаешь, не на 100% отличаются. То есть, есть какие-то там интересные решения в массе своей, там попадаются, когда ты такой смотришь, ох, как необычно там сделано. Но в целом паттерн-то один и тот же. Фильтрация, каталог, корзина, заявка, доставка, там гарантии какие-нибудь. Да, да. Ты мне сказал по поводу сайта музея. У меня же параллельно твой сайт открыт с твоим портфолио. И тут вы делали проект для гаража. Для тебя это был самый сложный проект. Почему? Да. Там была максимально не линейная и не гибкая структура. Ну, иерархия сайта. То есть, дерево сайта, оно просто расползается в каких-то дебрях. Бывают ситуации, когда у тебя проект, в котором есть достаточно большое количество заинтересованных сторон со стороны клиента. Ну, то есть, скажем, у музея есть масса направлений, масса отделов, каждый из которых, естественно, при создании нового сайта тянет одеяло на себя. То есть, там, какой-нибудь, не знаю, отдел исследований говорит, мы хотим, чтобы нас замечали, мы хотим отличаться от всех остальных, потому что мы очень важные, мы приносим много денег музею. А куратор музея, например, говорит, нет, вообще-то люди приходят смотреть выставки, и это самая важная штука. А третий, это отдел, не знаю, каких-нибудь кружков, который говорит, да, но еще нам приносят деньги, там, обучение людей. И мы хотим, чтобы это тоже было отражено. И они все между собой постоянно батлятся, и у тебя происходит, ну, как бы, динамическое ТЗ, которое, как бы, там, на середине проекта обрастает все новыми-новыми, там, вводными данными, которые ты опять пытаешься учитывать. И в таких вещах, как бы, ты должен продумать какую-то максимально гибкую структуру. Вот, это очень сложно, я его рисовал где-то месяцев, наверное, восемь. Ну, то есть, это самый долгий у меня проект вообще, именно на уровне рисования, дизайна. Выдохся, да, наверное, за это время? Очень, да, причем, ну, как бы, штука в том еще, что, ну, я не очень доволен, там, финальным результатом. Ну, сейчас вообще он морально устарел, мне кажется. А на тот момент, ну, ты понимаешь, что ты, когда начинаешь решать какую-то задачу по дизайну, например, там, если это длится, ну, не знаю, 2-3 месяца, ты понимаешь, что, ну, ты все равно, как бы, движешься плюс-минус в каком-то правильном направлении. Вот ты поймал этот флоу, и вот ты по нему идешь. А когда у тебя происходят вот такие вот стадии пересмотра этого проекта, там, ты понимаешь, что ты не учел, там, какие-то новые входящие данные, ты теперь не знаешь, как, там, это все интегрировать и так далее, ты начинаешь расстраиваться, потому что, где-то на середине проекта, ты уже начинаешь придумывать какие-то костыли, которые и выглядят уже не так хорошо, и в итоге в конце ты получаешь, ну, как бы, продукт, на который смотришь такой, блин, я бы сейчас его заново переделал, если бы все это знал. Да, я думаю, это проблема со стороны клиента, когда они не могут выбрать одно ответственное лицо, которое будет агрегировать набор всей этой информации, какую-то тебе одну вводную выдавать. Ну, да, ну, при этом, как бы, ребята сами по себе замечательные, то есть, мы в очень хороших отношениях, и они все большие молодцы, но в таких больших структурах просто еще проблема в том, что, ну, даже люди, которые хотят, там, участвовать и брать на себя какую-то ответственность, далеко не всегда просто могут это сделать физически, потому что они, там, подвластны кому-то выше, а кто-то выше, там, может быть, какой-нибудь сумасшедший. Это я сейчас не пригоражу, а вообще. Согласен, всегда руководитель должен этим, ну, на то он руководитель. Давай тогда плавно перейдем к следующему проекту, мне интересно, вот Future London Academy, то, что ты сказал, корпоративный сайт плюс новостной, и плюс здесь он очень такой, ну, стильный и с хорошими фотографиями, и здесь получилось оторваться? Нет. Но сайт крутой, все, что я вижу, выглядит очень прям на уровне. Спасибо. Тут проблема была в том, что нам поставили сверхзадачу сделать сайт, который получил бы какую-нибудь премию на Авардс, но при этом еще и был очень функциональным и удобным. Мне иногда кажется, что сайты на Авардс и удобство – это две противоположные совершенно вещи. То есть, ты можешь делать очень красивую штуку, которая просто разорвет всем пердак от того, как это круто выглядит и так далее, но люди будут воспринимать просто красоту эффектов, не знаю, какую-нибудь работу с типографикой, но это уже арт, это не инструмент продаж в данном случае. И у нас как-то, видимо, еще эстетически, что ли, не совсем совпали вкусы, потому что айдентику для Future London делали они. И айдентика хорошая, как бы чистая, интересная. И мы как раз-таки изначально думали, что мы просто возьмем эту айдентику и адаптируем ее под нормальный формат веба современной. Но проблема была в том, что их айдентика, она не… Ну, в общем, с ней, грубо говоря, Авард не получишь. Вот. И мы не могли понять, как это сделать, потому что я вот как раз-таки больше про какое-то удобство работы с контентом. Тут мне говорят, нет, какая в жопу там сетка, да, и так далее. Мы хотим, чтобы все было очень весело и разухабисто. Вот. Ну и в итоге мы как-то там, скрипя зубами, плюс-минус что-то сделали. Мне кажется, что получилось все на, не знаю, на 3 с плюсом из 5. Ну, то есть, контент хороший, в целом, фотки, ну, плюс-минус тоже там нормальная. Подача контента тоже неплохая. Но вот этот эффект, как бы одновременно сделать удобную и сумасшедшую штуку, я не знаю. Мне кажется, не получилось раскрыть. Но вы получили Honorable. Это показатель все равно. Да? Я просто не знаю, как это работает. Ну, то есть, это круто. Это не сайт дня, но это типа там 3 в день еще Honorable получает, допустим. Что из последнего, тебе понравилось, что ты делал? Тогда ты скажи, раз мне не получается второй раз угадывать. Сейчас скажу. Ну вот, мы сейчас запустили медиа, называется iStories. Он еще у нас официально не висит, потому что там сейчас очень базовая версия запущена. То есть, там довольно много каких-то интересных штук, которые пока сейчас в релиз не вошли. Поэтому он достаточно голый такой, там всего 5 материалов. Это новая медиа про расследование. Там есть недочеты всякие, кое-где типографика неправильного размера и прочее. То есть, мы сейчас как раз таки будем его отлаживать и приводить к какому-то нормальному уже виду. Но там была интересная задача, что это медиа про расследование. Вот, и я хотел, чтобы у него был такой налет. Знаешь, я в тот момент зачем пересмотрел лицо со шрамом и расследование, вот это все, типа наркобизнес там и так далее. И я подумал, что почему бы из этого не сделать вот что-то такое, знаешь, с легким налетом ретро. Я не знаю, как получилось или нет. Вот, там есть классная штука, ее пока сейчас нет на текущем сайте. У них расследование делится на такие папки с делами. То есть, там, дело Магнитского, например. И там визуально это оформлено реально как папка такая. Ты когда заходишь на эту страницу, у тебя там классная обложка. Там фигуранты этого дела, все это раскидано. Ну, в общем, я думаю, что где-то месяца через 2-3, когда он наполнится контентом полноценно. И мы там какие-то баги по дизайну поправим. Я думаю, что я буду доволен. В целом, мне очень понравилось его рисовать. Он получился довольно собранный. В реальности сейчас пока нет, но на макетах, по крайней мере, там все классно было. Кстати, вот здесь нет правого сайдбара. Я в плане это новостей. Их хэш этих кнопок поделиться, сверху есть, кстати. Я не хочу придраться. Хочу просто понять, здесь это как бы больше, немножко другой формат. Здесь какой-то длинный лонгрид, поэтому решили отказаться, чтобы ничего не отвлекало. Да, это статьи. Здесь, в принципе, просто контент в неделю выпускается порядка трех материалов. То есть, это прям камерное издание, которое рассчитано на то, что ты на него заходишь, там, не знаю, раз в неделю и читаешь все материалы. То есть, здесь нет потребности в глубине прочтения, потому что каждый материал это некий уникальный продукт. И у ребят не стоит задача заставить тебя почитать еще вот это, вот это и вот это. Поэтому здесь, как бы, вот эта история с обвесами и прочее, она максимально отсутствует. То есть, здесь есть какой-то контекст. Тут есть возможность привязать, там, какой-то материал. И здесь тоже есть вот это читайте так же. Но, как бы, задачи такой именно жесткой, там, чтобы вот человек лазил, там, и читал все подряд, ее нет. То есть, это обоснованное решение. Мне знаешь, что нравится в твоих медиа? То, что, как ты сказал, все медиа плюс-минус одно и то же. Статья, дополнительные статьи, там, ну, релевантные, там, ключевые статьи за день. Но ты в них каждый раз какую-то душу уникальную закладываешь. И вот сейчас я смотрю, ты мне в какой-то степени напоминаешь АИС, то, что АИС, они освежили крупные банковские корпоративные сайты. То есть, какой-то, ну, движняк в этом направлении задали. И вот ты в плане новостных сайтов, мне кажется, ну, что-то в таком ключе, как бы, задвинул. Ну, возможно, да. Но это не специально. А это мы уже, а это уже следовательно расскажешь. Вопрос не в тему. Что означают татуировки, два топора у тебя на руках? Это славянские обереги. Ну, выглядит круто. То есть, ты можешь, ну, как бы скрестить локти, и это будет как два топора. Да, это очень устрашает клиентов, когда с ними начинаешь спорить. То есть, ты начинаешь размахивать руками, как будто там агатки летают. Нет, ты знаешь, ты делаешь вот так примерно, когда они говорят, как какую-нибудь душнятину. Ты такой берешь и начинаешь так. И ты так делаешь, как будто ты, знаешь, очень-очень сильно переживаешь. Это длится секунд, потом ты опускаешь руки такой. И начинаешь какой-нибудь спич. И все думают, что ты очень, ну, сейчас сделаешь что-нибудь неприглядное, я не знаю. Ага. А ты про Валхалу в этот момент не вспоминаешь, когда вздыхаешь? Нет. А Медуза и Чармер, логотипы, в них считывается, ну, даже больше в Чармере, что-то старославянское. Это действительно так? Да, но здесь нет никакой там философии, условно говоря. Просто мне очень нравится, как, например, скандинавы или японцы, ну, скорее скандинавы лучше взять, здесь понятнее будет, как они красиво иногда работают со своим фольклорным наследием. То есть, например, есть студия Блит, у которой логотип был очень красивый. Он как будто бы был вырезан из рун, при этом ребята делают, ну, как бы, очень такой тренди, минималистичный дизайн, который, ну, всем нам нравится. Или была студия, которая называлась Анти, она, по-моему, сейчас существует, Антишведан, они раньше назывались, они даже одежду начинали делать. У них был логотип такой, знаешь, буквы «Эй», которая, как бы, интерпретирует пентаграмму с Бафометом. Ну, вот эта перевернутая пентаграмма, где козёл вписан. Вот у них был логотип, который, как бы, сразу навевал тебе ощущение вот этого сатанизма. И они, как бы, на эту тему шутили, то есть, они делали, там, какую-то джинсовую одежду, там, чёрные джинсы, и нанимали чувака, какого-то художника, который оформляет black metal альбомы, там, с этими уродливыми, там, корявыми шрифтами, которые им внутри, изнанку джинсов расписывал, там, какими-то жёлтыми чернилами. Ну, то есть, они, как бы, взяли какой-то тренд, там, условно, black metal, это, там, Скандинавия та же, и взяли, и переиграли его, и сделали из него какую-то модную штуку, которая, там, несколько сезонов просуществовала, и так далее. Вот, и это я, к тому, что мне обидно всегда было, что у нас всё, что связано, там, с нашей письменностью, например, это воспринимается, как-либо зигующие ребята, либо, как какая-то, там, лубок, или что-то такое. И из-за того, что название Charmer, оно, как бы, можно перевести, как очаровашка, а можно перевести, как чародей, условно, мы подумали, что почему бы, вот, ну, попахивает это всё какой-то такой фольклорной тематикой, как бы, и взяли, и нарисовали логотип, который, там, ну, плюс-минус навевает вот эти, какие-то славянские мотивы, потому что хочется, чтобы у нас тоже были какие-то вещи из наследия, которые, ну, хочется немного обелить, что ли. Ну, мне не нравится, что, например, там, всякая славянская эстетика, которая у нас, её себе приватизировали, ну, какие-то сумасшедшие, отбитые, там, фанатики и так далее. Хотя, на самом деле, местами это очень красивые вещи, мне хочется, чтобы это воспринималось в глазах, ну, там, обывателя, не как что-то, типа, контркультурное, негативное, а как просто, ну, часть, типа, нашего наследия этого. Почему шведы или датчане, как бы, не стесняются этого и показывают это как особенность, там, какую-то свою на уровне, там, того же дизайна? Почему мы должны этого стесняться? Ничего плохого такого не сделали. Ну, то есть, это же не свастика, там, условно. Да, согласен. Мне кажется, знаешь, у нас такая, это гипотеза, у русских некоторый комплекс по поводу нашей культуры. Мы учим французский язык, немецкий язык, сейчас английский язык, то есть, на протяжении нашей культуры мы всё время копировали чужие, хотя у нас достаточно насыщенная культура. В том же Ведьмаке, ну, ты играешь в игры, ведь? Да, 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 конечно. Мне очень понравилось, что там очень много старославянской культуры, и она, ну, очень сильно зацепила меня. Очень круто, что... Мне вообще Япония нравится в этом плане, что они придерживаются и современных технологий, и уважения к своим старым традициям. Такой баланс выдерживает. Да, да. А, ну, выглядит, а если не знаешь, вот твоего такого позитивного настроя, немножко пугающе. Чёрный цвет и такое это ведунство, и ещё парень с топорами на локтях. Ну, ты знаешь, пока, по крайней мере, у нас не было проблем с тем, что к нам кто-то из-за этого не обращался. Хотя я знаю, что бывают ситуации, когда, я надеюсь, там не обидится человек, если я раскрою этот секрет, потому что, ну, в принципе, это из студии, по-моему, уже не существует. Была такая студия «Фанки-панки» с Никитой Обуховым. Никит Обухов потом сделал, ну, собственно, тильду, и теперь он занимается тильдой. Вот, и мы ещё до Charmer, я вместе с ними арендовал рабочее место у них как раз, и там пришла девушка, которая руководитель проектов была, и она жаловалась, что один из клиентов потенциальных отказался с ними работать, потому что ему показалось, что их название несерьёзное и не внушает доверия. Ну, типа «Фанки-панки». Я думаю, что, наверное, у некоторых людей твое, ну, их восприятие, тебя вот там, когда они видят, не знаю, необычно одетого человека, или там не совсем обычно выглядящий сайт у студии, когда там она не выглядит коммерчески, да, как бы вот, что мы готовы вам услужить, там, вот смотрите в нас вот это, вот это, вот это. А как-то более лаконично и отстранённо, ну, если это вызывает у какого-то потенциального клиента какие-то опасения, ну, значит, это точно не твой клиент. Скорее всего, у тебя с ним и так ничего не получится, потому что вы явно мыслите разными категориями, и у людей зашоренность какая-то. Я думаю, сейчас уже попроще в этом плане, то есть, они уже привыкли, типа, а, творческий человек, как бы, ладно, они всё прощают уже. Даже что-то навстречу не в дресс-коде приходишь, хотя он всегда приходит в дресс-коде. Хотел тебя спросить, ты важный вопрос затронут, сроков, то есть, как я понял, максимальный срок твоего дизайна 8 месяцев, а в среднем и минимальный, вот, для новостного сайта. Ну, если брать новостной сайт, то, ну, вот, iStories я нарисовал за полтора месяца. Но я его делал один, совсем прям, ну, то есть, без включения кого-либо ещё. Ну, и понятно, что ты ещё параллельно с этим, там, отвлекаешься на, не знаю, на арт-директинг, на какие-то встречи и так далее. Ну, то есть, если брать чистое время, то это, там, не знаю, недели три, наверное. То есть, ну, там, 15 рабочих дней. Но это небольшой проект, и, как правило, там, 10 дней ты занимаешься, скорее, вот, поиском вот этой эстетики. Это самое сложное, ну, у меня, по крайней мере. А потом-то всё уже начинает как по маслу собираться. Ну, то есть, ты знаешь, как там устроена страница материала, потому что ты её уже, там, в 50-й раз делаешь. И ты просто начинаешь какие-то новые штучки внедрять, там, какие ты хочешь попробовать, там, и всё. А в среднем вообще медиа рисуется у нас, ну, где-то месяца три. Ты, наверное, в паре работаешь с кем-то, то есть, создаёшь общий тон, а другой человек доделывает страницы. Ну, у меня вот так примерно устроено. Ну, в некоторых проектах такое бывает, да. Ну, то есть, вот, например, на FLA я рисовал главную страницу и страницу проекта, а потом отдавал это нашему дизайнеру, и уже вместе, ну, там, просто через коммуникацию с ними отрисовывали. Вот, ну, я не знаю, я просто, ну, прошёл путь дизайнера, когда я дорисовывал за кем-то концепцией, и, не знаю, я понимаю, насколько это неприкольно. Поэтому мне всё-таки хочется, чтобы, ну, дизайнеры, которые у нас работают, там, если я понимаю, что человек дорос до определённого уровня, и я могу не рисовать, а просто, ну, скорее его там пожёстче направлять куда-то и так далее, я лучше так сделаю. То есть, я не сторонник того, чтобы вот прям разделять работу, что вот арт-директор там или ведущий дизайнер нарисовал вот это, а остальное берёт и делает там грязную работу какую-то. Это полезно только в случае, когда, ну, вот у человека совсем нет никакого опыта, там, в диджитал дизайнер, например, он с бумаги пришёл. Понятно, что ему придётся это сделать там раз пять, чтобы научиться понять там кухню, как это устроено. Но вообще я стараюсь, чтобы у нас каждый дизайнер свой проект делал. Ага, ну, в принципе, я с тобой согласен. То есть, я сказал, модель, когда внедряю сотрудника, и он как бы понял общий стиль, общие направления. Да, согласен. Ну, да, да. Лучше всего, когда люди сами могут сделать работу без твоего участия, ты только, типа, круто на нашем уровне принимал. Да. Да, да. Создать, скажем так, небольшую песочницу, где человек сможет своё творчество проявить. Иначе толку от дизайна. Получается, у вас на проекте от одного до двух человек, либо один арт-директор и полностью делает, либо арт-директор контролирует качество, и один дизайнер всё рисует в течение двух-трёх месяцев. Ну, да. Иногда бывает, что можно подключить, например, у нас есть дизайнер, который... Например, делает очень красивые иллюстрации. Если они нужны в проекту, мы ещё её подключаем, например. Но она не погружается там в сайтостроение этого проекта. Ну, то есть, так, чтобы не пересекались люди. У нас бывает крайне редко ситуации, когда мы все прям погружаемся на какой-то проект, потому что там сроки и какой-то безумный совершенно объём. Вот, ну, мы, кстати, попробовали, и в целом, оказывается, это работает, когда параллельно несколько человек делают какой-то один продукт. В каком инструменте вы делаете? Я просто думал, что это сложно. Фигма. Вы проси, перебор. Вот как раз фигма в этом плане удобна, потому что может несколько человек работать одновременно. Да, да. А XD пробовали или скетч? Скетч мы пробовали очень-очень давно. Я потом после скетча ещё в фотошопе три года сидел. Мне вообще не зашёл. Это как раз был период, когда, по-моему, скетч появился только. И, не знаю, там год, может быть, существовал. И мы как раз делали Медузу. И разработчики Медузы были очень прогрессивные ребята, и они попросили всё это сделать в скетче. И скетч на тот момент, ну, просто чудовищно работал вообще с типографией. И прям кошмарно. Вплоть до того, что там от разных версий скетча зависело, не знаю, там расположение некоторых элементов. Просто потому, что там у кого-то старая версия, у кого-то новая. Вот. И мы плюнули и делали всё по старинке. И, наверное, только года два назад я, на самом деле, пересел на фигму. И это чудовищно, конечно, признавать это, что два года назад ещё я рисовал сайты в фотошопе. И сейчас я открываю фотошоп, наверное, раз в полгода, и я понял, что я всё забыл. Я ничего не понимаю, как там устроено. Слишком сложно, согласен. Да. А ты вот не замечал такую штуку? Вот, грубо говоря, в чём ты сайты рисовал? Да, скетча и фигму, например. В фотошопе. А они в иллюстраторе, кстати. Ну, тоже, да, как вариант. Вот. У тебя за счёт этого процесс создания продукта ускорился? За счёт фигмы, да. Я могу пять холстов раздублировать с разными вариациями, быстренько вернуть, и ещё там стили есть. А мне вот стиля не хватало. И компонентов. Ну, то есть, ты можешь сказать, что фигма, например, ускорила процесс твоей работы, там, не знаю, процентов на 30. То есть, ты стал делать быстрее вещи? Да, я думаю, даже в полтора раза. Тем более, я могу переиспользовать легко. Вот у меня как раз почему-то это не получилось. То есть, когда я сравниваю функционал фигмы, например, и фотошопа того же, там, я понимаю, что, господи, это же просто, ну, практически идеальный инструмент сейчас. Там, в нём есть, ну, практически всё, всё, о чём я там мечтал, когда работал в фотошопе. И я думаю, чёрт, по идее, это же должно очень сильно облегчить мне жизнь в плане, там, времени. Потому что мне не надо, там, какие-то без стили это всё рисовать, там, и править, и что-то прочее. Но, как оказалось, я столько же времени трачу. Я просто теперь заморачиваюсь на тех вещах, на которых в фотошопе мне было просто непозволительно заморачиваться. Ну, то есть, я столько же времени... Прости, но, получается, время ты больше тратишь, ну, столько же тратишь, но вкладываешь в проект в полтора раза больше. Ну, да. Ёмкость, ёмкость твоего времени увеличилась. На самом деле, самая крутая штука, это то, что ты можешь теперь гораздо больше гипотез проверять. Потому что ты можешь их делать быстрее. Да. А мне нравится дублировать и прямо на следующий день смотреть разные варианты, которые ты смотришь. Да, да. А холстов в фотошопе раньше не было. И тут как раз вот про фестивали мы с тобой... Я хотел тебя спросить. Я прихожу иногда на премию Теглайна, вот, и там Раменские часто жалуются, вот вы станете побольше, и вы, ну, типа, по масштабу, по объёму, и вы станете в рейтинге дизайна повыше. А так вы классны. Он прямо в таком ключе говорит. Планируете ли вы стать больше? Да нет. Нет, на самом деле. Мы в какой-то момент, года, наверное, три назад, ну, вот, Настя, второй арт-директор соучредителей, я поняли, что мы что-то как-то подзадолбались рисовать. И хочется попробовать либо выращивать новые кадры, либо, ну, как-то денег, что ли, больше тоже хочется. Ну, как бы, понятно, что хочется как-то встряхнуть всё это дело, и меньше делать руками, как бы, больше отдыхать, там, и так далее. И мы подумали, что нам надо масштабироваться. И мы столкнулись с несколькими проблемами. Первое, это, что невозможно в нормальные сроки найти действительно хорошего специалиста. Ну, просто потому, что дизайнеров очень много, но уровень у них пропорционален их количеству, к сожалению. Ну, то есть, чем больше дизайнеров, тем уровень ниже. Это, как бы, ну, мне кажется, естественно, как и в любой профессии. То есть, тебе среди них сложнее найти, там, высоко квалифицированного специалиста. Вторая проблема, что всех классных специалистов уже разобрали, или они сами, там, владельцы своего бизнеса. Либо Яндекс всех поглотил. Вот. И история с этим расширением, она у нас как-то заморозилась. И мы начали, там, с фрилансерами тоже работать и так далее, и поняли, что, на самом деле, мы не справляемся с контролем. И качество продукта становится хуже. Ну, то есть, мы поняли, что лучше, чтобы нас было, там, не знаю, например, человек семь дизайнеров. Но это люди, которые прям особенные. И они, вот, максимально, как бы, все, как единая команда, которая думает в одном ключе. И мы начали искать таких людей, которых мы... Ну, вот, в итоге у нас дизайн отдел из, там, четырех человек разросся до семи. Нам этого в целом хватает. Там, мы с удовольствием, там, можем взять еще восьмого, может быть, и девятого члена коллектива. Но это не стоит у нас прям в каком-то приоритете. То есть, в среднем у нас в год добавляется полчеловека или один. Как часто у вас меняются сотрудники? Не могу сказать, что за всю историю была какая-то большая текучка. То есть, я могу по памяти сказать, что вот из бывших сотрудников у нас, наверное, ну, человек пять. Нет, вру, наверное, не пять. Человек семь. Из них, там, два менеджера. Один менеджер просто переехал в другую страну. Вторая, там, вышла замуж, по-моему, и родила ребенка. И было, по-моему, дизайнера три. Каждый из них, по-моему, у нас в среднем где-то по году проработал, а еще один два года. Ну, то есть, в принципе, год у нас люди удерживались. У нас специфическая немного студия, она такая, отчасти интровертная. Я имею в виду, скорее, отдел дизайна. То есть, в целом, как бы, мы ребята вполне себе нормальные, как бы, и веселые, там, не знаю, и устраиваем какие-то праздники и так далее. Но, что касается рабочего процесса, у нас все ребята, они такие немного в себе. То есть, прям такие дизайнеры-дизайнеры, которые сидят в наушниках, которые не любят, когда, там, какая-то болтовня вокруг происходит и прочее. И некоторым, кто у нас не прижился, ну, если можно, так сказать, там, просидев в год, потому что они, ну, более такие ребята общительные, что ли. Ну, вот, типа, как Яндекс, там, не знаю. Ну, то есть, люди, которые любят пообсуждать дизайн, пофилософствовать на тему дизайна, там, просто поболтать в течение рабочего дня, так. Вот, у нас, к сожалению или к счастью, этого нет, поэтому у нас все ребята, они такие, как бы, очень спокойные. И тогда они себя чувствуют вполне комфортно. Ну, то есть, вот, наш, там, младший арт-директор, он у нас уже работает, по-моему, пять лет почти. Это достаточно большой срок. Допустим, у вас освободилось новое место. И вы ищете дизайнера. Каким вы видите этого дизайнера? Ты сказал про инженерный подход. И еще, расшифруйте чуть больше. Ну, смотри, мне нравятся дизайнеры, которые обладают тремя качествами. Усидчивость. Ну, то есть, у нас специфика связана с тем, что ты можешь, ну, там, три месяца, четыре ковырять один проект. И я знаю массу дизайнеров, которые, наоборот, такого не любят. Ну, не знаю, взять, например, ну, по крайней мере, мне так человек рассказывал, взять, например, Стаса Полякова. Он, как бы, супер талантливый, классный, взрослый дизайнер, с которым когда-то я там общался лет пять назад, он говорил, что ему нравится делать короткие вещи. Там, ему нравится делать дизайн, который занимает у него, там, две недели он порисовал, все, он переключился на следующий. Ему так нравится, ему комфортно, он не любит, там, сидеть в каких-то долгоиграющих вещах, например. Сейчас, может, поменялось, я не знаю, ну, тем не менее. Я, как бы, много таких дизайнеров встречал. Нам это, по факту, явно не подходит. Ну, то есть, у нас проекты все большие и долгие. Второй момент – это аккуратность. То есть, ну, это какие-то базовые UI вещи, там, типа, отношение к Pixel Perfect, там, к сетке, к порядку. Вот, как бы, порядок. То есть, когда ты не проверяешь дизайнера, там, и думаешь, о, вот у тебя здесь там все уехало, по причине того, что он просто, ну, там, не заметил. Ну, то есть, обращает внимание на детали. Вот. И третий момент – вкус. Это важная штука. Понятно, что вкус, как бы, величина плавающая, она, там, развивается. То есть, это, ну, на протяжении всей нашей жизни, как бы, мы его копим, там, и формируем. Но какие-то зачатки, как бы, должны быть обязательно. Это считывается, на самом деле, всегда. В хорошем смысле, дотошный, делать аккуратно и долго. И во втором, и в то же время, некоторые противоречия, но такое сложно найти, чтобы у него еще и вкус был. Такой задрот со вкусом, в хорошем смысле. Да, 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 это прямо наш клиент. Задрот со вкусом, да. Я согласен, потому что вся вот эта эстетика, она как раз в деталях закладывается. Я тоже ребятам об этом говорю. Самый лучший дизайнер тот, который детали, ну, очень много тратит время на чистку, деталью, всю эту систему складывает. Так что, минимализм с этим пересекается? Конечно, напрямую. Это, наверное, самое... Я могу сказать, что это все равно самое сложное вообще в дизайне. Делать минималистичные вещи. Делать их именно так, чтобы это выглядело не бедно, а именно эффектно и задавало правильный тон. Когда ты понимаешь, что это не от скудности сделано, а от изыска. Мы, в принципе, стараемся по возможности такие вещи внедрять в наши проекты. Плюс-минус, там где-то это получается. Иногда не получается, но, скажем так, сложно делать прям какие-то очень изящные, минималистичные вещи в той нише, в которой мы работаем. Я имею в виду, там, медиа-проекты. Ну, то есть, слишком много контента, слишком много всяких условий, которые, естественно, не позволяют тебе сделать, там, какие-то максимально эстетские, изящные вещи. Вот, поэтому, как раз-таки, там, всякие и-коммерс, фэшн, арт, это то, где это всё можно применить хорошо. Я столкнулся с тем, что люди воспринимают минимализм, как это один из трендов. Я считаю, что минимализм – это не просто тренд, это механизм создания дизайна. Это даже не про визуальную часть, а про принцип создания. Согласен ты с этим, или как ты вообще воспринимаешь минимализм? Ну, я согласен. Я не понимаю, почему это называется трендом. Ну, то есть, условно говоря, вот тот же брутализм, например, да, как ответвление минимализма, да, который, там, был модным, там, 3-4 года назад, там, он был ультрамодным, сейчас он вообще как бы неактуальный. Вот этот тренд. А мне кажется, минимализм, он на протяжении всего интерактивного дизайна существует. То есть, это куда более древнее течение, и просто всегда были люди, которые, ну, всегда были дизайнеры, которые просто к этому тяготели и это делали. Ну, то есть, я не вижу сейчас никакой разницы в подходах между, там, не знаю, какими-нибудь красивыми работами, ну, в частности, например, у вас, да, вот то, что вы в школе выкладываете, и тем, чтобы, там, 10-15 лет назад, понятно, что сейчас их сравнивать уже невозможно, потому что те морально устарели, но те же принципы закладывали 15 лет назад в какие-то красивые, там, интересные истории. И я помню, что, там, и 15 лет назад, и были очень интересные, минималистичные абсолютно сайты. Их, может быть, просто было меньше, но я думаю, что это связано не с тем, что минимализм стал актуальнее, а скорее потому, что, ну, просто digital развился, его стало больше и стало больше минимализма. Он сейчас воспринимается, как, ну, вполне себе нормальная данность в дизайне. То есть, ты можешь сделать минималистичный сайт, и клиент воспримет это совершенно нормально, и зачастую даже сам этого хочет. И это не, это больше не диковинка, не какой-то, вот, знаешь, изыск такой, это поп, вполне себе такая поп-музыка в дизайне, минимализм, да, минимал техно. Популярный стиль музыки, вот, как бы, минималистичный дизайн, это минимал техно. У меня, кстати, альтернативный момент хочу с тобой обсудить. А ты слышал про такой термин «русский Behance»? Слышал, но... Это про чайки, про цветочки, когда облака добавляют на сайты. А, это называется «русский Behance»? Для меня это было шоком, я его называю, это, цыганским Behance. Ну, да. Я считаю, что эта штука дал... Я такие сайты 10 лет назад рисовал. Я, у меня до сих пор непонятно, почему она ещё не умерла, и такой дизайн только в России популярен. Слушай, ну, это интересно. На низком чеке, это очень часто, клиенты многие, им такой дизайн. Прямо на низком чеке. Когда там больше 100, допустим, тысяч клиентов заказывают, то они уже, как бы, говорят, нам нужно более минималистично, функционально. Слушай, ну, это, мне кажется, консервированная публика, которая хочет такое. Но это прямо какая-то определённая ниша. К сожалению или к счастью, она существует. Ты знаешь, ну, я думаю, что мы просто не... Мы живём в России, мы не живём там, например, в Штатах, да, где, я уверен, тоже есть какой-то такой сегмент чип American Design, у которого тоже есть какие-то устоявшиеся стереотипные ходы, которые явно не выглядят там дорого и круто, но американцы явно такие, типа, смотрят на это, такие, о, чизи. Как бы, скорее всего. Ну, у нас такой... Ну, для меня, например, вот то, что ты описываешь, это, в принципе, то, что делает даже до сих пор иногда студия Артемия Лебедева. Ну, это... Я думаю, что эти ребята, на самом деле, очень сильно привили вкус и клиентам, и дизайнерам, которые до сих пор на них ориентироваться, они сейчас стали сильно лучше, то есть я уважительно отношусь к ним. Я вообще считаю, что, в принципе, Лебедев это... Ну, вот есть... Недавно снимали фильм, там, «33 слова о русском дизайне», например. Что такое русский дизайн? Вот для меня пока до сих пор русский дизайн – это то, что делает Артемий Лебедев. Там года так 2012-го, например. Вот там, где ты говоришь, облака, летающие пидорасы, там ещё что-то, какие-то такие вещи. Есть на это спрос до сих пор, и это даже, мне кажется, неплохо. Но это забавно. Ну, если только забавно, чтобы веселиться. А я хотел бы крестовый поход в этом направлении создать. Ну, типа, больше контента по минимализму, и как бы застолбить с собой, что я там рыцарь, донкий ход минимализма. Пока есть такая возможность, воспользуюсь этим. Застолблю с собой это место в истории. Хорошая задача. Ну, нет, серьёзно, бибисютик. Ну, это скорее для развлечения больше, чем для тщеславия. Ну, зато интересно. По поводу Лебедева, я согласен, что он очень много вложил, но мне кажется, потчевать на старых лаврах, это немножко, ну, не камейфо. То есть, не мне судить, кто я такой, чтобы вообще судить кого-то. Но это не мой принцип. Ну, насколько я знаю, там, лет пять назад, например, дизайн сайтов, ну, интерактивный дизайн, был не основной вообще единицей дохода для студии. Ну, то есть, они в основном всё-таки там брендинг, какие-то продукты и так далее. И, насколько я понимаю, они поняли, что они, в принципе, по сайтам-то просасывают уже давно. Ну, то есть, они не, они отстали, скажем так. То есть, не технологически, а просто на уровне дизайна, что, не знаю, может быть, обращений стало меньше, может быть, ну, даже не может быть, а по факту появились студии, которые явно делают, ну, там, в разы просто круче, чем то, что делала студия Лебедева. И я заметил, что, ну, там появились какие-нибудь интересные ребята, типа, Куленкович, например, которые у них арт-директор и прочее, которые молодые, которые пришли туда и сказали, ну, типа, нет, с этим говном мы больше работ не сможем, мы не будут покупать. И начали выносить туда какие-то современные, там, тенденции, и так далее. Ну, то есть, некоторые сайты Лебедева открываешь, там ссылки не подчеркиваются, черт возьми. И там, что еще, и они, в принципе-то, выглядят даже ок. То есть, у меня к Лебедеву всегда был вопрос про типографику, потому что самое бесявое, что вот на всех сайтах, которые выходили из студии, было эта чудовищная, вот на мой вкус, говеннейшая типографика. Вот такая вот, знаешь, очень здоровенная, простая, без какого-либо вообще изящества. То есть, такая прям... И это было прямо особенностью какой-то. Вот, кстати, про типографику хотел спросить. Важный момент, что, когда дизайнер начинает осуждать твою типографику, обычно это вкусовщина. Есть ли у тебя какие-то параметры, понимание того, что хорош типографика? как понять хорошая или плохая куда двигаться подскажи пожалуйста у меня это как бы пробел в этом плане ну это во первых действительно абсолютная вкусовщина и тут нету там никаких правил условно говоря но для меня хорошая типографика это когда минимальными средствами минимальным количеством там кегли шрифта какого-то декора и прочего можешь полностью решить задачу то есть например вот есть бренд balenciaga вот у них есть я не знаю сейчас есть или нет но там год назад или полтора у них появился сайт и коммерс который был сделан на одном кегле и на одном стиле шрифта весь и коммерс целиком и заголовки и там копирает и все прочее по моему там максимум что апперкейс менялся на обычный набор он был черно-белый и ну вот максимально простой и при этом он решал свою задачу вот это типа прям высший пилотаж и моем понимании как бы набором из там пяти шести размеров шрифта даже одного и того же семейства можно сделать все что угодно а вот когда начинается вот это вот история с плохими контрастами с излишним декорированием которое на самом деле просто зашоривают скорее не зашоривать замыливают глаз заставлять те лишний раз напрягаться ну то есть не чистая как бы реализация идея то есть можно было сделать проще и все бы работало это необязательно даже минимализм просто вот излишнее усложнение излишняя декоративность работы со шрифтами вот это мне кажется как бы плохой показатель первое достаточный контраст чтобы можем было функциональное значение заголовок первого второго это второе минимальное количество решений чтобы они были пользователь не видел сложную систему он сразу считал сразу нами в голове отложилась всякие красивые вещи которые нам нравятся типа со сложной сеткой там каким-то оптическими дырами и прочим вот эта красивая бумажная там верстка например и прочее как бы она же на самом деле зачастую иногда решена очень простыми типографическими решениями которые вообще не требуют какого ну какой-то наш дополнительной работы то есть ты можешь просто взять там скобочки поставить или стрелку там из того же шрифта и прочее просто композиционно расположить это все на одном шрифте даже на одном кегле это выглядит охренительно просто и тебе для этого не нужен там инструментарий из 15 видов кегля там 8 начертаний разного шрифта и так далее это все излишнее усложнение а еще хотел спросить а про вкус вот раз типографика это вкусовщина то в какой степени здесь такие эфемерные моменты то есть ты чувствуешь хорошо или плохо можно ли человеку а воспитать вкус если у него его нету как ты думаешь ну смотри скорее всего нужен какой-то не то что нас наставник но нужен какой-то человек который является для тебя примером хорошего вкуса есть там например мир одежды да там когда ты подросток ты обращаешь внимание на то как одеваются там какие-то твои музыкальные кумиры они начинают формировать твой вкус ты слушаешь музыку там какую-нибудь которая тебе нравится точно также как бы если ты хочешь заниматься там музыкой ты начинаешь обращать внимание на этих людей там которые тебе нравятся пытаешься понять чем они руководствуются когда делают там то-то тот так далее и круто когда ты с этим человеком может поговорить например он может тебе про это что-то рассказать но там условно арт-директор там если ты начинающий дизайнер но тогда ты должен идти в студию в которой тебе нравится то что они делают прям ты считаешь что вот то что делают эти ребята это высший пилотаж там я хочу научиться такие люди естественно будут формировать твой вкус у меня там за мою карьеру было наверное человек 7 арт-директоров и каждый чё-то мне отложил в мозг там интересно например причем там со временем я понял что некоторые вещи которые мне говорили в полная херь ну то есть это была какая-то там бредячка потому что человеку так нравилось и все я долго делал также а потом понял что на самом деле это безвкусная фигня и почему я так делал просто тоже не говорили что это правильно но типа тоталитарно допустим я тот парень который может сидеть долго мне я уже воспитал вкус потому что слежу за чармером какой у меня будет первую какой тестовое задание у меня будет мне нравятся какие-нибудь задания где можно поработать с большим массивом информации то есть мне важно посмотреть как человек структурную ее разбивает то есть это может быть не знаю там статья какая-нибудь но скорее всего это просто набор из нескольких блоков на странице которые я описываю там например есть таблица то-то то-то это нужно там не знаю там для технологического проекта вот есть там шрифт гильветика есть черный цвет есть там не знаю зеленый это типы и гайдлайн и вот пожалуйста собери мне макет этой странице все что-то такое наверное чтобы посмотреть как это работает ну то есть это типа некий дизайн-концепт с очень емкой не амбициозной задачей для того чтобы посмотреть как человек вот достаточно узких рамках может это все собрать а что спрашиваю собеседование кем ты будешь через пять лет спрашиваешь дня я наверное спрашиваю обычно вещи которые вообще плохо провожу собеседование у нас вот саша наш руководитель проектов он очень любит проводить собеседование по моему и он любит задавать какие-нибудь каверзные вопросы такие как вот я сижу обычно ржу просто и мне кажется что собеседование далеко не всегда показатель классного специалиста вот если честно то есть у нас была ситуация вот например у нас есть девушка дизайнер очень-очень талантливая которая когда пришла к нам на собеседование она очень волновалась и очень тушевалась то есть сложно было и явно сложно было дать там ответы на какие-то вопросы там и могло сложиться впечатление что как-то у нас странно прошло собеседование и наверное ей будет с нами сложно работать или нам с ней будет сложно работать но в итоге не знаю я подумал и мне показалось что-то типа наш человек хотя толком я особо ничего не узнал и вот ну как мы уже успешно год вместе работаем она офигенная очень талантливая вот при этом там на собеседование могло показаться ну что это там может быть сомнительный кандидат или мы сомнительные какие-нибудь ребята ну вот а иногда бывает приходят люди которые ой прям но вот сейчас прям в бар уже с ним пойдем какой он классный и затейливый чувак по факту оказывается что он больше любит поболтать на деле ну как бы все совсем не так что он как он описывает да для отвесить испытательный срок еще хотел еще тебя спросить по поводу того как ты относишься к наградам вот ворсу к рейтинг теглайна например к другим рейтингам а нужны ли они вам вот вы насколько бы не супер сильно активно в них участвуйте вам это ну как-то вообще к этому относишься слушай я никогда никаких наград не получал кроме вот этой вот фантомный снг который мне не тепло не холодно я абсолютно вот честно чувак от этого далекий то есть мне когда я узнал что мы попали там на теглайн на на лет семь назад я первых не знал что такое теглайн а рома он же любит прям день в день позвонить искать ребята вы там типа второе место заняли приезжайте первый наверно раза три там что-то как-то росли и прочее и мне вот от этой грамоты там условно для чего то что у меня там какой-нибудь сорок пятое место например она мне ничего не дает по моим ощущениям то есть что мне в туалете повесить так далее вот сейчас я немножко наверное но больше начал это ценить что ли ну то есть мне действительно приятно что там теглайн например как-то там показывать что мы там подросли и прочее это приятно но это скорее или неприятно если мы допустим там упали ниже но это скорее связано не с тем что там вот какой я классно а скорее это просто показывает состояние наш как атмосферу по палате то есть если ты просел в нем ты понимаешь что наверное там может быть ты подрасслабился или может быть вы сделали может у вас качество упало я понимаю что это как бы не может быть там четким критерием оценки но тем не менее если там допустим вы два-три года как бы там например начинаете снижаться или расти это значит вы делаете либо что-то неправильно либо что-то правильно там может быть в активность соцсетях там уменьшим то есть я это скорее воспринимаю просто как на такой типа маячок что и ребят там все хорошо ли там похуже стало все прочее но в целом работа именно на награду мне вообще не неинтересно я считаю что в любой среде всегда есть какой-то экспертная комиссия которые помогают там кому-то определиться с теми же rnb там выбираешь лучше там комнаты квартиры по каким-то параметрам вот но я услышал что вы не очень часто участвуете но кому-то это нужно вот но вашу позицию я понял хотел еще уточнить как ты оцениваешь вообще плавно переходим к дизайну дизайн индустрии в россии как ты увидишь и как ты оцениваешь ее мне кажется что в целом она быстро растет не тормозя и если мы говорим про digital то мне кажется что у нас все очень очень хорошо целом ну то есть я вижу там проблему с кадрами как будто бы молодые дизайнеры немного по-другому что ли воспринимают профессию нашу и она просто как искать она пережила разные этапы то есть например ну по крайней мере вот там с моими ровесниками когда я общался как бы очень многие дизайном начали заниматься не потому что они хотели быть дизайнерами а потому что они не на в компах шар или когда тебе там 16 лет у тебя появляется photoshop ты ты просто начинаешь почему-то там его изучать ты знаешь там как какие-то эффекты делать дурацкие с фотографиями все прочее есть еще посмотреть на это время то есть это типа начала двухтысячных работы не было никакой в целом там для студента для подростка но то есть как бы все что у тебя было там это комп например и ты каким-то образом как бы волей-неволей попадаешь в эту индустрию потом она тебя затягивает как бы ты понимаешь ну да прикольно на самом деле дизайн это клевая штука потом была какая-то веха того что дизайнер это какая-то элитарная профессия как раз задал этот тренд вот за это признателен благодаря ему слова девушек со мной признакомились вот например да это время она тоже уже как будто бы прошло ну то есть когда ты говоришь я дизайнер это уже не звучит там типа так интересно как раньше даже каждый второй у нас дизайнер или программист а сейчас эта профессия она совершенно базовая она абсолютно заурядная и в нее идут люди очень часто которые просто понимаешь попсовая профессия которая как бы она интересная в принципе но она мне кажется что многие туда попадают совершенно просто случайно ну то есть одни туда попадали потому что хотели раньше другие попадали потому что у них выбора не было а сейчас есть выбор и это просто легкий путь иногда не знаю может я ошибаюсь мне почему-то как кажется так ну то есть я объясню что имею ввиду когда мы попадали в дизайн было желание делать какие-то амбициозные вещи то есть хотелось стать лучшим там дизайнером в мире я не знаю или ну как-то поцарапать в общем землю а сейчас как будто бы вот я сталкиваюсь с тем что я вижу ребят там совсем молодых не главная задача чтобы там прости за грусть мозги не и поработать в яндексе например там в яндексе классно там хорошие зарплаты вкусная еда страховка все клево как бы мне 20 лет я хожу говорю что работаю дизайнером в яндексе например меня ни хрена ничего еще не сделал и особо ничего ними и и мотивации нет никакой то есть мне кажется что вот у многих молодых ребят просто нет мотивации делать классно там стараться сильно потому что и так возьмут как-то я прям негативно да не это правда потому когда становится порог входа ниже то и уровень мотивации падает у людей действительно такая проблема есть то есть дизайнер в до много но хороших мало до который вкладывается душой и это прям но в тот же яндекс я думаю не прямо всех берут я думаю вот не я понимаю не всех там все-таки я так все уже там все-таки как бы высокий уровень мне кажется многие дизайн дизайнеры ниши ушло на скажем так потому что они не потому что они сами слабо потому что они выбрали сами такую судьбу а вот по поводу социальной ответственности важный момент часто об этом и говорят как ты думаешь у дизайнер есть социальная ответственность или это надуманный как бы красивый элемент диалога если брать под социальной ответственностью грубо говоря персональная ответственность дизайнера за продукт с которым он работает это не влияет никак на его профессиональные качества то есть например есть ты можешь быть очень крутым дизайнером при этом совершенно нормально работать с сигаретами вести от не парит это не делает дизайнера плохим хотя например тоже социальная ответственность у него если так можно сказать пониженная но пофигу есть люди которые вписываются в крайне там какие-то ков контр культурные продукты принципиально не хотят работать в общении с каким-то корпоративным дизайном потому что им это все чуждо но при этом они могут делать совершенно отвратительные безобразные вещи очень плохого качества причем неосознанно а просто тоже они действительно не умеют это всегда было если говорить про социальную ответственность здесь опять же важно еще с чем ты работаешь но если ты работаешь с медиа наверное плюс-минус какая-то социальная ответственность должна быть то есть ну скажем так тут велики репутационные риски очень например есть такая студия not a media до которая в свое время там не знаю лет десять назад сделали сайт единой россии когда слово словосочетание единой россии только ленивый не не пинал вот соответственно как бы ребята как мне показалось наверное с точки зрения своей репутации подошли к этому не очень обдуманно потому что ты делаешь сайт помимо того что для продукта с плохой репутации он еще и политический то есть он затрагивает в принципе каждого человека то есть вот мы там говорили про сдэк сдэк не затрагивает каждого человека это просто сервис он может быть удобный там как бренд может неудобный но это не совершенно не ну там у меня нет никакого мнения на тему компании сдэк например да как бы пока я и не пользуюсь а и меня это не трогает никак а например единая россия меня в любом случае трогает потому что это политика политика затрагивает любого человека и здесь ну например репутационным тебе может там негативно сказаться работа с какими-то сомнительными политическими медиа например поэтому здесь наверное и имеет смысл выбирать как минимум хотя бы по тем критериям что нравится тебе повестка с которой это издание выступает или не нравится или там если тебе не очень нравится повестка ты смотришь на тон а насколько как бы это издание все желтушное там так далее и такие вещи то есть у нас были проекты там информационные с повесткой которых я одну явно там не сказать что согласен или ее разделяю но я не воспринимаю их как знаешь каких-то серьезных вершителей умов там которые вот там зомбируют людей так далее а есть например какие-нибудь там медиа с которыми я совершенно точно не стал работать там не знаю там свое время к нам обратился спутник и погром там националистической медиа как бы понятно что мы не вообще не близко там их политика плюс я считаю что он там вредоносную как бы явно если бы я под них подписался то какой-то пул потенциальных заказчиков от меня бы явно просто отвалился потому что ну как бы журналисты тоже очень смотрят на то с кем ты работал соответственно поэтому там ты не сделал медузу где там дождь прибежал например или еще какой-нибудь оппозиционные сми сделал ты там не знаю ленту ру например плюс-минус на тот момент более-менее нейтральное какое-то издание к тебе пошли все а там сделать что например дизайн лайфру соответственно другая ниша отвалится не миша там определенная плеяда клиентов и из этой индустрии а какая-то наоборот придет то же самое там с продуктами но просто если мы говорим про какие-то сервисы то это там не знал условно плюс-минус безопасная какая-то история ну то есть вряд ли можешь как-то навредить это то есть это как правило продукты потребления какие-то в которых наверное может быть социальная ответственность ну там не знаю табачка алкоголь что еще джул вот например ну наверное вот я бы подумал 10 раз делать ли сайт для джула потому что несмотря на то что я им пользуюсь как бы я не уверен что это полезная штука а как быть мне дизайнеру если работа в рекламном агентстве и мнение от выбор мне поставить такую задачу но у тебя есть несколько вариантов ты можешь уволиться ты можешь попробовать отказаться ты можешь сделать еще хитро ты можешь саботировать эту историю то есть ты можешь заведомо сделать плохо но так чтобы это приняли или заснуть туда не знаю 25 кадром фотку члена ну то есть сделать какой-то панк тогда я пойду против своего самого главного принципа профессионализма я тоже делал свою работу хорошо кто бы это не был даже если сатана заказал меня сайт таки и я был вынужден подписаться под этот договор да либо вот такой вариант тоже может быть но тут мне кажется каждый дизайнер в какой-то момент станет перед таким выбором вот я либо я холодный профессионал либо я присрастный человек и все я думаю что скорее всего ну как бы где-то всегда плюс-минус у людей бывают такие отклонения но там в ту левую степень но мне кажется нормально просто я даже просто модный термин социальная ответственность вообще типа ответственность осознанность это же слова года сейчас все надо делать осознанно я вот просто боюсь что люди говорят это слово но они до конца не осознают его как тут вот мы сказали про социальную ответственность мне кажется как раз западный термин и вот тут момент с дизайном как он на западе ты оцениваешь его чем отличается от нашего чем он может быть лучше или хуже западного от российского ну вот если смотреть в этом мой личный опыт работы с западом он не очень большой но мне сразу попалась попался очень большой клиент скажем так и они к нам пришли по причине того что они в общем сказали ребят нам нравится то что вы делаете потому что у вас получается аутентичные вещи мы типа с характером и мы говорим ну как бы важно много студий в целом штатах просто немеряно там развита сфера дизайн услуг да но плюс-минус они все выдают очень одинаковый дизайн который работает действительно там местами как швейцарские часы с точки зрения уикса то есть они знают где правильно поставить кнопку они знают там какой размер шрифта подобрать и все прочее но нет в этом типа души какой-то знаешь червоточинки такой изюминки которая вот типа делает продукт особенным очень много стерильных но работающих решений и когда хочется чего-то особенного как бы как я понимаю по крайней мере с этим возникают проблемы потому что не за что зацепиться что ли скажем так и наверное вот в этом есть какая-то отличительная особенность наверное не стоит говорить русского дизайна скорее не американского дизайна вот так то есть там страны европы какие-то и китай и там так далее видимо все таки в этих странах есть какая-то аутентичность и за счет того что они живут в другой среде в другом обществе где не только бизнес задачи решаются потому что американский дизайн решает бизнес задач в первую очередь но зато решает их максимально эффективно а у меня немного альтернативное мнение вот я с георгием общался по этому поводу и какое мнение для себя сложил что там есть две крайности во первых очень слабый дизайн то есть например государственных сайта они достаточно хуже чем у нас выглядит и их супер классные сайты стартапов технологичных и там много эмоции там а и вот георгиев жаловался что они все время требуют эмоции там эмоушен эмоушен может быть это в рамках фэнтези так вот но я действительно вижу что они прям супер таки эмоционально либо супер супер унылые а русские сайты они где-то чуть выше середины ну а если так по средней температуры по больнице взять я понимаю чем ты говоришь да такое тоже есть просто я скорее сейчас говорил не про ну я наверно более в узком смысле говорил про дизайн именно про графическую составляющую то есть не целиком как бы продукт у них действительно все достаточно круто например с презентационной подачи но есть они пишут текст лучше правильно там классный копирайт какой-то до которой они умеют правильно графика подчеркнуть просто это все как будто бы по одной и той же схеме сделано но то есть там грубо говоря хочешь привлечь внимание там для мужчин нарисуй сиськи сиськи для женщины там поставь ребенка или там котенка вот такие очень стереотипные дурацкие штуки и вот в принципе по такой же механики как бы они применяют как будто бы одни и те же там инструменты просто по-разному их там перекрашиваю например хотел с тобой посовет а еще спросить по поводу вашей команды у вас весь разработка внутри да сколько у вас разработчиков человек наверное 8 8 технический директор наверное есть да это третий наш соучредитель мы втроем собственным сделал на студию то есть а чармер создали втроем да почему ты и чармеры тут как бы воспринимать тебя вот в первую очередь когда говорят о чарме сразу саша гладкий вспоминает ну сейчас к счастью наверное все таки уже не совсем так ну я надеюсь по крайней мере а просто потому что изначально там всех больших клиентов которые у нас были там типа лент не знаю еще какие ты там которые в первые там годы существования приходили они приходили через сарафанное радио и сарафанное радио в основном было за счет того что я поработал в разных компаниях и знал там многих людей из индустрии которые просто приходили ко мне директивно помимо этого я просто больше наверное как-то публично выступал вот поэтому были такие ассоциации сейчас мне кажется что все-таки как-то я побольше в тень ушел к счастью то есть я бы не хотел чтобы меня ассоциировали ну как знаешь какого-то лидера компании или ее основателя потому что это как минимум несправедливо по отношению двум моим коллегам там соучредителем которые вместе со мной это сделали я без них это точно не осилил вот и заслуги там у нас у всех абсолютно одинаковые просто но так получилось что я как бы в какой-то момент там но как в группе был фронтмен но на самом деле фронтмен без там остальных участников чайся не представляет что-то но как бы совсем не то поэтому я как-то стараюсь чтобы все-таки чарпер воспринимали не как меня там а как всех нас это тоже такой маленький клан сопрано классный сериал недавно второй раз закончил пересматривать до шикарный назад по поводу дизайна а сколько ты им занимаешься слушай ну сейчас мне 36 начал я мне кажется лет в 20 но получается 16 лет но это не сказать что-то как профессионально то есть там мне кажется что где-то года ну скажем так профессионально плюс минус что назвать там профессиональным но где-то лет 12 наверно но такая мог сказать да я прям вот дизайнер дизайнер смотрите у меня портфолио есть от предыдущие четыре года это скорее обучение такое на практике как ты думаешь ты всегда будешь заниматься дизайном или немножко отойдешь от этого у меня было несколько попыток скажем так отойти от этого но к сожалению я понимаю что я больше ничего не умею и и и самое главное что я понимаю что я столько уже бухов здоровья энергии там и сил в это все что мне просто скорее я попробую найти себе какой-нибудь хобби может быть но я боюсь что я уже влип сюда как бы не совсем а ты не думал то что это как бизнес управлять или им только на стратегических точках и минимум вложения времени понимаешь я вот чувак который очень любит сделать руками и у меня еще повышенный гиперконтроль то есть как то у меня есть такая проблема что если я не прикасаюсь к проекту вообще никак даже который идет в студии например я его оцениваю ну как был он мне может нравиться как бы я могу сказать вот это охрененный там проект и все прочее но я не я начинаю воспринимать немножко отстранённо от себя то есть как будто бы он ну чармеровский но вот я не могу под ним подписаться что ли и мне по-прежнему очень важно делать все это руками потому что я не могу я как будто бы знаю что если это сделаю не я то получится хуже хотят и совершенно не так то есть на самом деле у меня массы примеров когда там не надо там наш другой арт-директор рисует проект я понимаю что это выглядит настолько круто что я бы никогда вообще до этого сам не додумался и я принял что до этого классно но мне очень важно именно самому что-то делать иначе я понимаю что я начну стагнировать и потеряю интерес даже к тому что просто смотреть дизайн я просто сталкиваюсь с тем что например чтобы мне решить какую-то задачу мне надо что-то там например нарисовать я начинаю перри переворачивать интернет в поисках там типа максимально подходящих референсов максимально подходящего стиля потому что я знаю что мне потом с этим но как только я понимаю что не мне с этим работать а другому человеку я сразу знаешь так типа планочка требований сильно очень снижается хорошо тогда тебе задам тот вопрос который ты не знаешь другим кем ты видишь чармер через пять лет через лет пять назад я думал что я буду сидеть где-нибудь в барселоне у нас будет один американский офис один там не знаю испанский еще один московский иногда мне кажется что через пять лет нас вообще не будет просто потому что не знаю мы там переругаемся или что-то произойдет но вообще в целом наверное топ 5 ведущих студий россии которые грубо говоря оказывают услуги не только для российского сегмента ну то есть я хочу работать со всем миром я не хочу замыкаться на россии это не надоело немного и хочется какого-то разнообразия ну и плюс мы не занимаемся медиа через пять лет вообще можешь мне передавать если я по поводу западных кстати студии вспомнил что если смотреть их фотографии компании команды там дядьки там 60 или 50 лет таки летней и таки может быть действительно этот тренд тоже к нам придет что мы будем пенсию встречать и там дизайнерами магистрами дизайн будем еще что такое слушаем ну да почему бы нет но есть же например не знал какой-нибудь пентаграм да вот да чудесный пример или есть я к сожалению не помню как называется студии есть такой музей в амстердаме стаделик у них такой любопытный логотип он из букв ну вот и слово стаделик буква с такая набрана очень просто прям этот этому логотипу он лет десять если я не ошибаюсь он прям на тот момент был максимально куда панковский сумасшедший его сделал муж и жена которым под 60 лет они графические дизайнеры из изданий что ли по моему все проще но спокойный нормальный семейный бизнес когда ты всю жизнь занимаешься дизайном и при этом делаешь по-прежнему охренительные всякие вещи прошел помню когда я учился в британке и там были наши 50 летние дизайнеры которые ходили и жюри вот это все оценивали мне я смотрел на это думал бы никогда я никогда не хочу быть такими как они которые наделали кучу кого-то жуткого говна и сами уже ничего не делают на последние лет двадцать и ходят и вот здесь вот критикуют молодых давай на такой позитивной ноте завершим меня вопрос что можно посоветовать с начинающим дизайнером куда смотреть как двигаться как развиваться слушай мне кажется что сейчас возможности для того чтобы стать дизайнером просто безграничны словно то есть есть онлайн образование литература куча всяких там уроков тогда и студии куда можно там стажироваться и так далее поэтому как бы это скорее не проблема вопрос в том что с чего начать может быть ну то есть как правильно идти по этому пути развития вот мне всегда не хватало там в свое время как раз таки каких-то фундаментальных базовых знаний про дизайн даже не то что там про его историю хотя это тоже важно это тоже надо знать какой-нибудь крутой литературы про правила не знаю там бумажные верстки например там рудер чихольт брокман рамс ну то есть все вот эти люди которые придумали там условно тот же там минимализм ну скажем так как бы почитать почему они так сделали какие принципы они в него закладывают для того чтобы понимать вообще что такое хороший дизайн и то есть вот это дурацкое выражение классику читать вот как бы мне этого очень не хватало я потом страдал очень очень долго там несколько лет из-за того что просто не мог достать там эту литературу например проще сейчас до нее доступ есть просто надо надо все это перечитать и переложить это все на ту среду дизайна которую ты хочешь заниматься и интерпретировать ее в современной форме ну то есть понятно что там прочитав эти нофталиновые книжки там про правила типографики и прочее которые были заложены в 60-х годах и они там явно имеют отношение к бумаге да но тем не менее без этих знаний у тебя не получится сделать что-то вот прям такое чего там у тебя или у меня челюсть отваливается вопрос не получится надо это знать поэтому почитать хороших признанных авторов инженеров от дизайна они популярную литературу там типа ководство кого тут особо ничем не поможет к сожалению сейчас она устарела и она все вот знаешь местечко пробовал про про правила студии ну то есть у меня что-то можно написать там я могу сесть не знал написать там 10 правил хорошего дизайна дома чармером через пять лет они устареют потому что я буду писать там про интерактив например а эти люди писали про какие-то основные принципы дизайна с которым мы сталкиваемся до сих пор сейчас и как бы работаем с ними поэтому вот их надо знать вот понял интересный совет а я добавлю ссылки в описании на какие книги вот спасибо тебе большое я очень много узнал как минимум как делать новостные сайты было очень интересно на самом деле пообщаться так я думаю ребятам очень понравится и мы может быть вторую сессию сделаем они зададут себе вопросы в комментариях и было бы круто а если ты на них ответишь в любом случае спасибо большое что уделил время и спасибо что позвал хорошего тебе вечера пока спасибо давай пока и если что твое можем везде теперь ставить на любой ответ и вот хорошо